Встань, сэр Майлес Гиндон, я посвящаю тебя в рыцари, с важностью произнес король, ударяя его по плечу его же шпагой, встань и садись. Твоя просьба уважена. Пока существует Англия, пока существует королевская власть, это почетное право останется за тобой. Его величество отошел в задумчивости, а Гиндон опустился на стул у стола и проговорил про себя. То была прекрасная мысль, она выручила меня из беды, так как ноги мои ужасно устали. Не приди мне она в голову, я был бы вынужден стоять еще много недель, пока мой бедный мальчик не вылечится от своего помешательства. Спустя некоторое время он продолжал. Итак, я стал рыцарем царства снов и теней. Весьма странное, диковинное звание для такого несклонного к мечтам человека, как я. Но не стану смеяться. Боже меня сохрани, ибо то, что не существует для меня, для него подлинная действительность. Да и для меня это в одном отношении истинно, это показывает Ка. Ка и у него добрая и благородная душа. Немного помолчав, он прибавил. Но что, если он вздумает и при других величать меня громким титулом, который он мне сейчас даровал? Забавное будет несоответствие между моим рыцарским званием и моей жалкой одеждой. Ну, да все равно пусть зовет, как хочет, если ему это нравится. Я буду доволен. Глава 13. Исчезновение принца. После еды обоими товарищами овладела тяжкая дремота. Король сказал. Убери эти тряпки. Разумея свою одежду. Гиндон раздел его без всяких возража. Нии уложил в постель, потом обвел взглядом комнату, говоря себе с грустью. Он опять завладел моей кроватью. Черт возьми. Что же я буду делать? От маленького короля не ускользнуло замешательство Гиндона, и он сразу положил его раздумьям конец, пробормотав сонным голосом. Ты ляжешь у двери и будешь охранять ее. Через минуту он уже забыл все свои тревоги в крепком сне. Бедняжка. Ему право, следовало бы родиться королем, с восхищением промолвил Гиндон. Он играет свою роль в совершенстве. И он растянулся на полу у двери, очень довольный, говоря себе. Все эти семь лет у меня было еще меньше удобств, жаловаться на теперешнее мое положение значило бы гневить Всевышнего. Он уснул на рассвете, а в полдень встал и то там, то здесь приподнимая. Одеяло над своим крепко спавшим питомцем, снял с него мерку веревочкой. Едва он закончил работу, король проснулся. Открыв глаза, он пожаловался на холод и спросил у своего друга, что тот делает. Я уже кончил, государь, сказал Гиндон. У меня есть дело в городе, но я скоро приду. Усни опять, ты нуждаешься в отдыхе. Дай, я укрою тебя с головой, так ты скорее согреешься. Не успел он договорить, как король снова очутился в сонном царстве. Майлос на цыпочках вышел из комнаты и через 30 или 40 минут также бесшумно вернулся, с костюмом для мальчика. Костюм был нашеный, из дешевой материи, кое-где потертый, но чистый и теплый, как раз для того времени года. Майлос сел и принялся рассматривать свою покупку, бормоча себе под нос. Будь у меня кошель подлиннее, можно было бы достать костюм получше, но когда в кармане не густо, не следует быть слишком разборчивым. Красотка жила в городишке у нас, у нас в городишке жила он, кажется, пошевелился, не надо горланить так громко, иначе я нарушу его сон. Между тем ему предстоит путешествие, а он и так изнурен, бедняжка комзол ничего, не дурен, кое-где ушить и будет впору. Штаны еще лучше, но, конечно, и тут два-три стежка не помешают башмаки отличные, прочные, крепкие, в них будет сухо и тепло. Они будут для него диковинкой, так как он, несомненно, привык бегать босиком и зимою и летом. Эх, если бы хлеб был такой же дешевый, как нитки. Вот за какой-нибудь фартинг я обеспечен нитками на целый год, да еще такую чудесную, большую иглу мне дали в придачу, вот только нитку продеть в нее будет, черт возьми, нелегко. И действительно, это было для него нелегким делом. Майлас поступил, как обыкновенно поступают мужчины и по всей вероятности, будут поступать до скончания веков. Нитка скользила мимо иголки то справа, то слева, то складывалась вдвое, но Гиндон был терпелив, уже не раз доводилось ему проделывать подобные опыты во время солдатской службы. Наконец ему удалось вдеть нитку, он взял костюм, лежавший у него на коленях в ожидании починки, и принялся за работу. За постой заплачено, за завтрак, который нам подадут, тоже, денег еще хватит на то, чтобы купить пару осликов и нам вдвоем прокормиться 2-3 дня, пока доберемся до Гиндон-Холла, а там у нас всего будет вдоволь любила она муженька черт возьми. Я загнал иголку себе под ноготь. Положим, это не беда, не в первый раз случается, а все-таки неприятно эх, милый, мы с тобой отлично заживем, будь уверен. Всем твоим злоключением наступит конец, да и рассудок. Вернется к тебе любила она муженька своего, но ее любил вот благородные, крупные стежки. Он поднял кверху камзол и стал разглядывать его с восхищением. В них есть размах и величие, рядом с ними мелкие, скаридные стежки портного кажутся плебийскими и жалкими. Любила она муженька своего, но ее любил другой. Ну, вот и готово. Неплохая работа, и главное, быстро закончена. Теперь я разбужу его, одену, подам ему умыться, накормлю его, а затем мы с ним поспешим на рынок, что возле харчевни Табарт, в Саутворке. Извольте вставать, ваше величество, громко сказал он. Не отвечает. Эй, ваше величество, кажется, мне все-таки придется оскорбить его священную особу прикосновением, если сон его глух к человеческой речи. Что это? Он откинул одеяло, мальчик исчез. Гин Дона немел от изумления, огляделся вокруг и тут только заметил, что лохмотья мальчика тоже исчезли. Он страшно рассверепел, стал бушевать, звать хозяина. В эту минуту вошел слуга с завтраком. Ты, бесовское отродье, объясни, что это значит, или прощайся со своей упризренной жизнью, загремел воин и так свирепо подскочил к слуге, что тот от удивления и страха совсем растерялся и с минуту был не в состоянии выговорить ни слова. Где мальчик? Дрожа и запинаясь, слуга дал требуемое объяснение. Не успели вы уйти отсюда, ваша милость, как вдруг прибегает какой-то молодой человек и говорит, что вашими ласть требует мальчика сейчас же к себе, на конец моста, на Саутворкский берег. Я ввел его в комнату, он разбудил мальчугана и передал ему поручение. Тот чуть-чуть поворчал, зачем его обеспокоили так рано, но сейчас же напялил на себя свою рвань и пошел с молодым человеком, только промолвил в сердцах, что было бы учтивее, если бы ваша милость пришли за ним сами и не посылали чужого, а то выходит, а то выходит, что ты идиот. Идиот и болван, и надуть тебя ничего не стоит, повесить бы всех твоих родичей. Но, может быть, беды еще нет. Может быть, мальчишку не хотели обидеть. Я пойду за ним и приведу сюда. А ты тем временем накрой-ка на стол постой. Одеяло на кровати положено так, будто под ним кто-то лежит, это случайно. Не знаю, мой добрый господин. Я видел, как молодой человек возился у кровати, тот самый, что приходил за мальчиком. Тысяча смертей. Это было сделано, чтобы обмануть меня. Да, это было сделано, чтобы выиграть время слушай. Тот молодец был один. Один, ваша милость. Ты уверен в этом? Уверен, ваша милость. Подумай, собери свои мысли, не торопись. Подумав немного, слуга сказал. Приходил-то он один, с ним никого не было, но теперь я припоминаю, что когда они с мальчиком вышли на мост, туда, где толпа погуще, откуда-то выскочил разбойничьего вида мужчина, и как раз в ту минуту, как он подбежал к ним, ну, что же тогда? Да, говори вы, нетерпеливо загремел Гиндон. Как раз в эту минуту толпа заслонила их, и больше уж я их не видал, так как меня кликнул хозяин, который обозлился, за то, что стряпчему забыли подать заказанную баранью ногу, хотя я беру всех святых во свидетели, что винить в этом меня, все равно что судить неродившегося младенца за грехи его прочь с моих глаз, осел. Я просто с ума сойду от твоей болтовни. Стой. Куда же ты бежишь? Не может постоять и минуту на месте. Что же, они пошли в Саутворк? Точно так, ваша милость. Потому, как я вам докладывал, я в этой бараньей ноге не причинен, все равно как младе ты все еще здесь. И все еще мелишь вздор. Убирайся, покуда цел. Слуга исчез. Гиндон побежал вслед за ним, обогнал его и, прыгая по лестнице через две ступеньки за раз, в один миг очутился внизу. Это тот гнусный разбойник, который звал его своим сыном. Я потерял тебя, мой бедный, маленький безумный повелитель. Какая горькая мысль. Я так по-любил тебя. Нет. Клянусь всем святым, я тебя не потерял. Не потерял, потому что я обущу всю Англию и все же найду тебя. Бедный ребенок. Там остался его завтрак и мой ну да мне теперь не до еды. Пусть он достанется крысам. Скорее, скорее, медлить нельзя. И, торопливо пробираясь сквозь шумную толпу на мосту, он несколько раз повторил, как будто эта мысль была особенно приятна ему. Он поворчал, но пошел да пошел так, как думал, что его зовет Майлес Гиндон, милый мальчик. Никого другого он не послушался бы, уж я знаю. Глава 14. Лерой Эст Морд, Вайф Лерой. В это самое утро, на рассвете, Том Кенти проснулся от глубокого сна и открыл глаза в темноте. Несколько мгновений он лежал молча, пытаясь разобраться в путанице впечатлений и мыслей, чтобы хоть отчасти уразуметь их значение. И вдруг воскликнул веселым, но сдержанным голосом. Я понял. Понял. Слава Богу, теперь я окончательно проснулся. Приди ко мне радость. Исчезни печаль. Эй, Нэн. Бэт. Сбросьте с себя солому, бегите скорее ко мне, я сейчас расскажу вам самый дикий, безумный сон, какой только могут навеять на человека ночные духи. Эй, Нэн, где же ты? Бэт. Чья-то темная фигура появилась у его постели, чей-то голос произнес. Что угодно тебе повелеть. Повелеть. Огоря мне, я узнаю твой голос. Говори, кто я такой. Ты, еще вчера ты был принцем Уэльским, ныне же ты мой августейший. Повелитель, Эдуард, король Англии. Тон зарылся головой в подушку и жалобно пролепетал. Увы, то был не сон. Иди отдыхай, добрый сэр, оставь меня одного с моим горем. Тон опять уснул. И немного спустя ему приснился замечательный сон. Будто на дворе лето и будто он играет один на прекрасной лужайке, которая зовется Гудмен из Филдес, как вдруг к нему подходит карлик, ростом не больше фута, горбатый, с длинной рыжей бородой, и говорит. Копай возле этого пня. Тон послушался и нашел целых 12 блестящих новых пенсов, сказочное богатство. Но лучшее было впереди, потому что карлик сказал. Я знаю тебя. Ты юноша добрый и достойный похвал, твое горе кончилось, пришел день награды. Копай на этом са, мо месте каждый седьмой день, и всякий раз ты будешь находить здесь сокровища, 12 новых блестящих пенсов. Только не говори никому, это тайна. Затем карлик исчез, а Тон со своей добычей помчался в двор отбросов, говоря себе. Теперь я каждый вечер могу давать отцу по одному пенни, он будет думать, что я собрал их, прося подаяние, это развеселит его сердце, и он перестанет меня колотить. Одно пенни в неделю я буду давать доброму священнику, который учит меня, а остальные четыре, матери, Нэн и Бет. Мы не будем больше голодать и ходить оборванцами. Прощайте страхи, тревоги, побои. Во сне он в один миг очутился в своем убогом жилье, прибежал туда запыхавшись, но глаза у него так и прыгали от счастья, он бросил четыре монеты на колени матери, крича. Это тебе. Все тебе, все до одной. Тебе, и Нэн, и Бет. Я добыл их честно, не украл и не выпросил. Счастливая, удивленная мать прижала его к груди и воскликнула. Становится поздно, не угодно ли будет вашему величеству встать. Ах, он ждал не такого ответа. Сон рассеялся. Том проснулся. Он открыл глаза. У его постели стоял на коленях роскошно одетый первый лорд опочивальни. Радость, вызванная обманчивым сном, сразу исчезла, бедный мальчик увидел, что он все еще пленник и король. Комната была переполнена царедворцами в пурпуровых мантиях, траурный цвет, и знатными прислужниками монарха. Том сел на постели и из-за тяжелых шелковых занавесей смотрел на все это великолепное сборище. Затем началась трудная церемония одевания, причем все время придворные один за другим становились на колени, приветствуя маленького короля и выражая ему сочувствие по поводу его тяжелой утраты. Прежде всего лорд Обер, шталмейстер взял рубашку и передал ее первому лорду и гермейстеру, тот передал ее второму лорду опочивальни, этот в свою очередь, главному лесничему Виндзорского леса, тот третьему Аберкамергеру, этот, королевскому канцлеру герцогства Ланкастерского, тот, хранителю королевской одежды, этот, геральдмейстеру Норойскому, тот, коменданту Тауэра, этот, лорду заведующему дворцовым хозяйством, тот, главному наследственному подвизователю королевской салфетки, этот, первому лорду адмиралтейства, тот, архиепископу Кентерберийскому, и, наконец, архиепископ, первому лорду опочивальни, который надел рубашку, или, вернее, то, что от нее осталось, на Тома. Бедный мальчик не знал, что и подумать, это напомнило ему передачу из рук в руки ведер во время пожара. Каждая принадлежность его туалета подвергалась тому же медленному и торжественному процессу. В конце концов эта церемония так наскучила Тому, так ужасно наскучила, что он чуть не вскрикнул от радости, увидав, что вдоль линии. Уже начали странствовать его длинные шелковые чулки, значит, церемония приближалась к концу. Но радость его была преждевременна. Первый лорд опочивальни получил чулки и уже готовился облечь имена Гитома, как вдруг лицо его покрылось багровыми питнами и он сунул чулки обратно в руки архиепископа Кентерберийского, пробормотав с изумлением. Смотрите, милорд. Очевидно, с чулками что-то было неладно. Архиепископ побледнел потом покраснел и передал чулки адмиралу, прошептав. Смотрите, милорд. Адмирал передал чулки наследственно ему подвизователю королевской салфетки, причем у него едва хватило силы пролепетать. Смотрите, милорд. Таким образом чулки пространства. Ли обратно вдоль всей линии, через руки лорда заведующего дворцовым хозяйством, коменданта Тауэра, геральдмейстера Норойского, хранителя королевской одежды, канцлера герцогства Ланкастерского, третьего оберкамергера, главного лесничего Виндзорского леса, второго лорда опочивальни первого лорда и гермейстера, сопровождаемые все тем же удивленным и испуганным шепотом. Смотрите. Смотрите, пока, наконец, не попали в руки обершталмейстера. Тот, бледный как полотно, с минуту разглядывал причину общего испуга, затем хрипло прошептал. Господи помилуй! От подвязки отскочил жестяной наконечник. В Тауэр главного хранителя королевских чулок, и в изнеможении склонился на плечо первого лорда и гермейстера, чтобы восстановить свои силы, покуда не доставят такие чулки, у которых подвязки находятся в полной исправности. Но все на свете рано или поздно кончается, и, таким образом, наступила пора, когда Том Кенти получил, наконец, воз. Можность покинуть постель. Один придворный налил воды в таз, другой руководил умыванием, третий держал на готове полотенце. Том благополучно совершил обряд омовения, после чего к делу приступил королевский цирюльник. Из рук этого художника Том вышел грациозным и миловидным, как девочка. В плаще и штанах из пурпурного атласа и в шляпы с пурпурными перьями он торжественно проследовал в утреннюю столовую сквозь густую толпу придворных, которые расступались перед ним и преклоняли колени. После завтрака его провели в тронный зал. Это была пышная церемония, его сопровождали первые сановники Англии, а также почетная стража из 50 дворян с золочеными бердышами в руках. В тронном зале ему предстояло заняться государственными делами. Его дядя, лорд Гирдфорд, поместился у самого трона, чтобы помогать королю своими мудрыми советами. Раньше всех предстали перед Томом именитые лорды, душеприказчики покой, нога короля. Они ходатайствовали, чтобы Том утвердил некоторые их распоряжения. Это была пустая формальность, однако не совсем так, как в то время еще не было лорда протектора. Архиепископ Кентерберийский доложил постановление совета о похоронах покойного монарха и в заключение прочел подписи душеприказчиков, а именно, архиепископ Кентерберийский, лорд, канцлер Англии. Вильям Лорд Сент-Джон, Джон Лорд Рассел, Эдуард Граф Гирдфорд, Джон Виконт Лисли. Кадберт, епископ Дургамский Том не слушал, его еще раньше смутил в этом документе один удивительный пункт. Он повернулся к лорду Гирдфорду и шепотом спросил. На какой день назначены похороны? На 16 число будущего месяца, государь. «Это просто удивительно. Разве он продержится так долго? Бедный малый. Королевские обычаи были для него еще внове. Он привык к тому, что покойников на дворе отбросов справоживали в могилу гораздо быстрее. Двумя-тремя словами лорд Гирдфорд успокоил его. Затем статс-секретарь доложил о постановлении Государственного Совета, назначившего на другой день в 11 часов прием иностранных послов. Требовалось согласие короля. Том вопросительно посмотрел на лорда Гирдфорда. Тот шепнул. «Ваше Величество да соблаговолит изъявить согласие. Они прибудут, чтобы выразить вам соболезнования их августейших повелителей по поводу тяжкой утраты, постигшей Ваше Величество и всю Англию». Том поступил, как ему было сказано. Другой статс-секретарь начал читать акт о расходах на штат покойного короля, достигших за последнее полугодие 20.8 тысяч фунтов стерлингов. Сумма была так велика, что у Тома Кенти дух захватило. Еще больше изумился он, узнав, что из этих денег 20 тысяч еще не уплачено. И окончательно разинул рот, когда оказалось, что королевская сокровищница почти что пуста, а его тысяча слуг испытывают большие лишения, ибо давно уже не получают следуемого им жалования. Том с горячим убеждением сказал. «Ясно, что и так мы разоримся к чертям. Нам следует снять домик поменьше и распустить большинство наших слуг, которые все равно ни на что не годны, только болтаются под ногами и покрывают нашу душу позором, оказывая нам такие услуги, какие нужны разве что кукли, не имеющие ни рассудка, ни рук, чтобы самой управиться со своими делами. Я знаю один домишко, как раз на супротив рыбного рынка у Биллингсга и то он дядя крепко сжал Тому руку, чтобы остановить его безумную речь, тот вспыхнул и остановился на полусловии, но никто не выразил удивления, как будто никто и не слыхал его словами. Какой-то секретарь доложил, что покойный король в своей духовной завещал пожаловать графу Гирдфорду герцогский титул, возвести его брата, сэра Томаса Сеймура, в звание пера, а сына Гирдфорда сделать графом, равно как и возвысить в звании других знатных слуг короны. Совет решил назначить заседание на 16 февраля для утверждения исполнения воли покойного. А так как почивший король никому из поименованных лиц не пожаловал письменно поместий, необходимых, чтобы поддержать столь высокое звание, то совет, будучи осведомлен о личных желаниях его величества по этому поводу, счел за благо, если на то будет соизволение ныне царствующего монарха, назначить Сеймуру земель на 500 фунтов стерлингов, а сыну Гирдфорда на 800 фунтов стерлингов, прибавив к этому первый же участок земли на 300 фунтов стерлингов, какой освободиться за смертью какого-нибудь епископа. Тон чуть было не брякнул, что лучше бы сначала уплатить долги покойного короля, а потом уж расходовать такие огромные деньги, но предусмотрительный Гирдфорд, вовремя тронув его за плечо, спас его от подобной бестактности, и он изъявил свое королевское согласие, хотя в душе был очень недоволен. С минуту он сидел и раздумывал, как легко и просто он теперь совершает такие блистательные чудеса, и вдруг у него мелькнула мысль, почему бы не сделать свою мать герцогиней двора отбросов и не пожаловать ей поместье. Но в то же мгновение он с горечью сообразил, что ведь он король только по имени, на самом же деле он весь во власти этих важных старцев и величавых вельмож. Для них его мать – создание больного воображения, они выслушают его недоверчиво и пошлют за доктором только и всего. Скучная работа продолжалась. Читались всякие многословные, утомительно-нудные петиции, указы, дипломы и другие бумаги, относящиеся к государственным делам, наконец-то он сокрушенно вздохнул и пробормотал про себя. Чем прогневал я Господа Бога, что он отнял у меня солнечный свет, свежий воздух поля и луга и запер меня в этой темнице, сделал меня королем и причинил мне столько огорчений. Тут бедная, утомленная его голова стала клониться в дремоте и, наконец, упала на плечо, дела королевства приостановились за отсутствием августейшего двигателя, имеющего власть превращать чужие желания в законы. Тишина окружила дримовшего мальчика, и государственные мужи прервали обсуждение дел. Перед обедом Том, с разрешения своих тюремщиков Гирдфорда и Сент-Джона, провел приятный часок в обществе леди Елизаветы и маленькой леди Джен Грей, хотя принцессы были весьма опечалены тяжелой утратой, постигшей королевскую семью. Под конец ему нанесла визит старшая сестра, впоследствии получившая в истории имя Марии Кровавой. Она заморозила Тома своей высо. Капорной беседой, которая в его глазах имела только одно достоинство – краткость. На несколько минут его оставили одного, затем к нему был допущен худенький мальчик лет 12, платье которого, за исключением белоснежных кружев на вороте и рукавах, было сверху до низу черное, камзол, чулки и все прочее. В его одежде не было никаких признаков траура, только пурпурный бант на плече. Он приближался к Тому нерешительным шагом, склонив обнаженную голову, и, когда подошел, опустился на колено. Том с минуту спокойно и вдумчиво смотрел на него и, наконец, сказал. «Встань, мальчик!» «Кто ты такой?» «Что тебе надобно?» Мальчик встал на ноги, он стоял в изящной, непринужденной позе, но на лице у него были тревога и грусть. «Ты, конечно, помнишь меня, милорд. Я твой паш, мальчик для порки. Мальчик для порки, так точно, Ваше Величество. Я Гэмфри Гэмфри Марла». Том подумал, что его опекунам не мешало бы рассказать ему об этом паже. Положение было щекотливое. Что ему делать? Притвориться, будто он узнает мальчугана, а потом каждым словом своим обнаруживать, что он никогда и не слышал о нем нет, это не годится. Спасительная мысль пришла ему в голову, ведь такие случаи будут, пожалуй, нередки. С настоящего дня лордам Гирдфорду и Сент-Джону частенько придется отлучаться от него по делам, поскольку они члены Совета Душеприказчиков, не худо бы самому придумать способ, как выпутываться из затруднений подобного рода. Дельная мысль. Попробую испытать ее на мальчишке и посмотрю, что из этого выйдет. Минуты две Том в замешательстве тер себе лопы, наконец, сказал. Теперь, мне кажется, я немного припоминаю тебя, но мой разум отуманен. Недугом, увы, мой бедный господин, с чувством искреннего сожаления воскликнул паш для порки, а про себя подумал. Значит, правду о нем говорили не в своем уме бедняга, но, черт возьми, какой же я забывчивый. Ведь видено не подавать и виду, что замечаешь, будто у него голова не в порядке. Странно, как память изменяет мне в последние дни, сказал Том. Но ты не обращай внимания, я быстро поправлюсь, часто мне достаточно бывает одного небольшого намека, чтобы я припомнил имена и события, ускользнувшие из моей памяти. А порой и такие, о которых я раньше никогда не слыхал, в чем сейчас убедится этот малый. Говори же, что тебе надо. Дело мелкое, государь, но все же я дерзаю напомнить о нем, с дозволения вашей милости. Два дня тому назад, когда ваше величество изволили сделать три ошибки в греческом переводе за утренним уроком вы помните это. Д-д-да, кажется помню это даже не совсем ложь, если бы я стал учиться по-гречески, я, наверное, сделал бы не три ошибки, а сорок. Да, теперь помню продолжай. Учитель, разгневавшись на вас за такую, как он выразился, нерешливую и скудоумную работу, пригрозил больно высечь меня за нее и высечь тебя, вскричал Том. Он был так удивлен, что даже позабыл свою роль. С какой же стати ему сечь тебя за мои ошибки? Ах, ваша милость опять забываете. Он всегда сечет меня розгами, когда вы плохо приготовите урок. Правда, правда я и забыл. Ты помогаешь мне готовить уроки, и когда потом я делаю ошибки, он считает, что ты худо подготовил меня и а, что ты говоришь, мой государь. Я, ничтожнейший из слуг твоих, посмел, бы учить тебя. Так, чем же твоя вина? Что это за странная загадка? Или я и вправду рехнулся, или это ты сумасшедший. Говори же объясни скорее. Но, ваше величество, ничего не может быть проще. Никто не смеет наносить побои священной особи принца Уэльского, поэтому, когда принц правенница, вместо него бьют меня. Это правильно, так оно и быть должно, потому что такова моя служба и я ею кармлюсь. То он с изумлением смотрел на этого безмятежно спокойного мальчика и говорил про себя. Чудное дело. Вот так ремесло. Удивляюсь, как это не наняли мальчика, которого причесывали бы и одевали вместо меня. Да и то Бог, чтоб наняли. Тогда я попрошу, чтобы секли меня самого, и буду счастлив такой заменой. В слух он спросил, «И что же, мой бедный друг, тебя высекли, выполняя угрозу учителя? Нет, ваше величество, в том-то и горе, что наказание было назначено на сегодня, но, может быть, его отменят совсем, ввиду траура, хотя наверняка я не знаю, поэтому-то я и осмелился прийти сюда и напомнить вашему величеству о вашем милостивом обещании вступиться за меня перед учителем. Чтобы тебя не секли. Ах, это вы помните. Ты видишь, моя память исправляется. Успокойся, твоей спины уж не коснется розга, я позабочусь об этом. А, благодарю вас, мой добрый король, воскликнул мальчик, снова преклоняя колено. Может быть, с моей стороны это слишком большая смелость, но все же видя, что Гымфри колеблется томпа, ощрил его, объявив, что сегодня он хочет быть милостивым. В таком случае я выскажу все, что у меня на сердце. Так как вы уже не принц Уэльский, а король, вы можете приказать, что вам вздумается, и никто не посмеет ответить вам нет, и, конечно, вы не потерпите, чтобы вам и впредь докучали уроками, вы швырнете пастелы и книги в огонь и займетесь чем-нибудь менее скучным. Тогда я погиб, а со мною и мои осиротелые сестры. Погиб. Почему? Моя спина, хлеб мой, а милостивый мой повелитель. Если она не получит ударов, я умру с голода. А если вы бросите учения, моя должность будет упразднена, потому что вам уже не потребуется мальчик для порки. Смилуйтесь, не прогоните меня. Том был тронут этим искренним горем. С королевским великодушием он сказал, не огорчайся, милый. Я закреплю твою должность за тобою и за всеми твоими потомками. Он слегка ударил мальчика по плечу шпагой плашмя и воскликнул. Встань, Гимфри Марла. Отныне твоя должность становится наследственной во веки веков. Отныне и ты, и твои потомки будут великими пожами для порки при всех принцах английской державы. Не тирзай себя скарбью. Я опять примусь за мои книги и буду учиться так худо, что твое жалование, по всей справедливости, придется утроить, настолько увеличится твой труд. Спасибо, благородный повелитель, воскликнул Гимфри в порыве горячей признательности. Эта царственная щедрость превосходит мои самые смелые мечты. Теперь я буду счастлив до гроба, и все мои потомки, все будущие Марла, будут счастливы. Тон сообразил, что мальчишка может быть ему очень полезен. Он заставил Гимфри разговориться, что оказалось нетрудно. Гимфри был в восторге, что может способствовать исцелению Тома, ибо всякий раз, как он воскрешал в расстроенном уме короля те или иные происшествия, случившиеся в классной комнате или в других королевских покоях, юный король и сам чрезвычайно отчетливо припоминал все подробности этих событий. К концу беседы, за какой-нибудь час, Том приобрел множество полезнейших сведений о разных эпизодах и людях, связанных с придворной жизнью, поэтому он решил черпать из этого источника ежедневно и распорядился всегда беспрепятственно допускать к нему Гимфри, если только его величество владыка Британии не будет беседовать в это время с кем-нибудь другим. Не успел Гимфри уйти, как явился Гирдфорд и принес Тому новые горести. Он сообщил, что лорды Государственного Совета, опасаясь, как бы преувеличенные рассказы о расстроенном здоровье короля не распространились в народе, сочли за благо, чтобы его величество через день-другой соизволило обедать публично, ЗДО. Ровый цвет его лица, его бодрый поступь в сочетании с его спокойными жестами, непринужденным и милостивым обращением лучше всего положат конец кривотолкам, в случае если недобрые слухи уже вышли за пределы дворца. Граф принялся деликатнейшим образом наставлять Тома, как подобает ему держаться во время этой пышной процедуры. Под видом довольно прозрачных напоминаний о том, что его величеству было будто бы отлично известно, он сообщил ему весьма ценные сведения. К великому удовольствию графа, оказалось, что Тому нужна в этом отношении весьма небольшая помощь, так как он успел выведать об этих публичных обедах у Гимфри Марла, быстро крылая молва о них уже носилась по дворцу. Том, конечно, предпочел умолчать о своем разговоре с Гимфри. Видя, что память короля так сильно окрепла, граф решил подвергнуть ее, будто случайно, еще нескольким испытаниям, чтобы судить, насколько подвинулось выздоровление. Результаты получились отрадные, не всегда, а в отдельных случаях там, где оставались следы от разговоров с Гимфри. Милорд остался чрезвычайно доволен и сказал голосом полным надежды. Теперь я убежден, что, если ваше величество напряжите свою память еще немного, вы разрешите нам тайну большой государственной печати. Нынче эта печать нам не надобна, так как ее служба окончилась жизнью нашего почившего монарха, но еще вчера ее утрата имела для нас важное значение угодно вашему величеству сделать усилие. Том растерялся, большая печать, это было нечто совершенно ему неизвестное. После минутного колебания он взглянул невинными глазами на Гирдфорда и простодушно спросил. А какова она с виду? Граф чуть заметно вздрогнул и пробормотал про себя. Увы, ум его опять помутился. Неразумно было заставлять его напрягать свою память он ловко перевел разговор на другое, чтобы Том и думать забыл о злополучной печати. Достигнуть этого ему было очень нетрудно. Глава 15. Том, король. На другой день явились иноземные послы, каждый в сопровождении блистательной свиты. Том принимал их, восседая на троне с величавой и даже грозной торжественностью. На первых порах пышность этой сцены пленяла его взор и воспламеняла фантазию, но прием был долг и скучен, большинство речей тоже были долгие и скучны, так что удоволь. Твия под конец превратилась в утомительную и тоскливую повинность. Время от времени Том произносил слова, подсказанные ему Гирдфордом, и добросовестно старался выполнить свой долг, но это было для него еще внове, он конфузился и достиг очень малых успехов. Вид у него был королевский, но чувствовать себя королем он не мог, поэтому он был сердечно рад, когда церемония кончилась. Большая часть дня пропала даром, как выразился он мысленно, в пустых занятиях, в котором вынуждала его королевская должность. Даже два часа, уделенные для царственных забав и развлечений, были ему скорее в тягость, так как он был скован по рукам и ногам чопорным и строгим этикетом. Зато потом он отдохнул душою наедине со своим мальчиком для порки, беседа с этим юнцом доставила Тому и развлечения и полезные сведения. Третий день царствования Тома Кенти прошел так же, как и другие дни, с той разницей, что теперь тучи у него надго. Лавы немного рассеялись, он чувствовал себя не так неловко, как в первое время, он начинал привыкать к своему положению и к новой среде, цепи еще тяготили его, но он ощущал их тяжесть значительно реже и с каждым часом обнаруживал, что постоянная близость знатнейших лордов и их преклонения пред ним все меньше конфузят и удручают его. Одно только мешало ему спокойно ждать приближения следующего, четвертого дня, страх за свой первый публичный обед, который был назначен на этот день. В программе четвертого дня были и другие, более серьезные вещи. Тому предстояло впервые председательствовать в Государственном Совете и высказывать свои желания и мысли по поводу той политики, какой должна придерживаться Англия в отношении разных государств, ближних и дальних, разбросанных по всему земному шару. В этот же день предстояло официальное назначение Гирдфорда на высокий пост лорда протектора, и еще много важного должно было совершиться в тот день. Но для Тома все это было ничто в сравнении с пыткой, ожидавшей его на публичном обеде, когда он будет одиноко сидеть за столом, под множеством устремленных на него любопытных взглядов, в присутствии множества ртов, шепотом высказывающих разные замечания о его малейшем движении и о его промахах, если ему не повезет и он сделает какие-нибудь промахи. Но ничто не могло задержать наступление четвертого дня, и вот этот день наступил. Он застал бедного Тома угнетенным, рассеянным, дурное состояние духа держалось очень долго. Том был не в силах стряхнуть с себя эту тоску. Обычные утренние церемонии показались ему особенно тягостными. Он снова почувствовал, как удручает его вся эта жизнь в плену. Незадолго до полудня его привели в обширный аудиенс-зал, где он, в беседе с графом Гирдфордом, должен был ждать, пока пробьет условленный час официального приема первейших сановников и царедворцев. Немного погодя Том подошел к окну и стал с интересом всматриваться в кипучую жизнь большой дороги, проходившей мимо дворцовых ворот. А, как бы ему хотелось принять участие в ее бойкой и привольной суете. Вдруг он увидел беспорядочную толпу мужчин, женщин и детей нишего, беднейшего сословия, которые со свистом и гиканьем бежали по дороге. «Хотел бы я знать, что там происходит», — воскликнул он с тем любопытством, которое подобные события всегда пробуждают в мальчишеских душах. «Вы, король, низко кланитесь», — сказал ему граф. «Ваше величество разрешит мне выполнить ваше желание». «Да, пожалуйста. Еще бы!» С удовольствием, взволнованно крикнул Том и про себя добавил, чрезвычайно обрадованный. «По правде говоря, быть королем не так уж и плохо, тяготы этого звания нередко возмещаются разными выгодами». Граф кликнул пожа и послал его к начальнику стражи. «Пусть задержат толпу и узнают, куда она бежит и зачем». По приказу короля несколько минут спустя многочисленный отряд королевских гвардейцев, сверкая стальными доспехами, вышел гуськом из вороты, выстроившись на дороге, преградил путь толпе. Посланный вернулся и доложил, что толпа следует за мужчиной, женщиной и девочкой, которых ведут на казнь за преступления, совершенные ими против спокойствия и величия английской державы. Смерть, лютая смерть ожидает троих несчастных. В сердце Тома словно что-то оборвалось. Жалость овладела им и вытеснила все прочие чувства, он не подумал о нарушениях закона, об ущербе и муках, которые эти преступники причинили своим жертвам, он не мог думать ни о чем, кроме виселицы и страшной судьбы, ожидающей осужденных на казнь. От волнения он даже забыл на мину, ту, что он не настоящий король, а поддельный, и прежде чем он успел подумать, у него вырвалось из уст приказание привезти их сюда. Тотчас же он покраснел до ушей и уже хотел было попросить извинения и отменить свой приказ, но, заметив, что ни граф, ни дежурный паш не удивились его словам, промолчал. Паш, как ни в чем не бывало, отвесил низкие поклоны пятясь, вышел из залы, чтобы исполнить королевскую волю. Том ощутил прилив гордости и еще раз сознался себе, что звание короля все же имеет свои преимущества. Право, думал он, все это очень похоже на то, о чем я недавно мечтал, читая старые книги отца Индрию и воображая себя королем, который диктует законы и приказывает всем окружающим, сделайте то, сделайте другое. Там, в моих мечтах, никто не смел ослушаться меня. Двери распахнулись, один за другим. Провозглашались громкие титулы, и входили вельможи, носившие их. Половина зала наполнилась знатью в великолепных одеждах. Но Том почти не сознавал присутствия этих людей, так сильно был он захвачен другим, более интересным делом. Он рассеянный опустился на трон и впился глазами в дверь, не скрывая своего нетерпения. Увидев это, собравшиеся лорды не решились тревожить его и стали тихонько шептаться о разных государственных делах в перемешку с придворными сплетнями. Немного погодя послышалась мерная поступь солдат, и в зал вошли преступники в сопровождении помощника шерифа и взвода Королевской гвардии. Помощник шерифа преклонил перед Томом колени и тотчас же отошел в сторону, трое осужденных тоже упали на колени, да так и остались, гвардейцы поместились за троном. Том с любопытством вглядывался в преступников. Какая-то подробность в одежде или в наружности мужчины пробудила в нем смутное воспоминание. Этого человека я как будто уже где-то видел, подумал он, но где и когда, не припомню. Как раз в эту минуту преступник бросил быстрый взгляд на Тома и столь же быстро поник головой, ослепленный грозным блеском королевского величия, но для Тома было достаточно этой секунды, чтобы разглядеть его лицо. Теперь я знаю, сказал он себе, это тот самый незнакомец, который вытащил Джайлса Уитта из Темза и спас ему жизнь в первый день Нового года, день был ненастный и ветреный благородный, самоотверженный подвиг. Жалко, что этот человек стал преступником и замешан в какое-то темное дело я отлично помню, в какой день и даже в котором часу это было потому что часом позже, когда на башне пробило 11, бабка Кенти задала мне такую отличную, восхитительно свирепую трепку, в сравнении с которой все предыдущие и последующие могут показаться нежнейшей лаской. Том приказал увезти на короткое вре, мя-женщину с девочкой и обратился к помощнику шерифа. Добрый сэр, в чем вина этого человека? Шериф преклонил колено. Смею доложить вашему величеству, он лишил жизни одного из ваших подданных при помощи яда. Жалость Тома к преступнику, а также восхищение героической смелостью, которую тот проявил при спасении тонувшего мальчика, потерпели жестокий удар. Его вина доказана, спросил он. Вполне доказано, ваше величество. Том вздохнул и сказал, увидите его, он заслужил смерть, это жаль, потому что еще недавно он был храбрецом, то есть, то есть, я хочу сказать, что у него такой вид. Осужденный внезапно почувствовал прилив энергии и, в отчаянии ломая руки, стал умолять короля прерывистым, испуганным голосом. А великий король, если тебе жалко погибшего, сжалься и надо мной. Я не виновен, улики против меня очень слабы, но я говорю не об этом, суд надо мной уже совершен, и отменить приговор невозможно. Я умоляю только об одной милости, ибо такара, на которую я осужден, выше моих сил. Пощады, пощады, о великий король! Окажи мне королевскую милость, внемли моей мольбе, дай приказ, чтобы меня повесили. Том был поражен. Он не ожидал такой просьбы. Какая странная милость! Разве тебя ведут не на виселицу? А нет, мой добрый государь! Я осужден быть заживо сваренным в кипятке. При этих неожиданных и ужасных словах Том чуть не спрыгнул с трона. Опомнившись от изумления, он воскликнул. Будь по-твоему, бедняга! Если бы даже ты отравил сто человек, ты не будешь предан такой мучительной казни. Осужденный припал головой к полу, изливаясь в страстных выражениях признательности, и закончил такими словами. Если когда-нибудь, Боже избави, тебя постигнет беда, пусть тебе зачтется твоя милость ко мне. Том повернулся к графу Гиртфорду. Милорд, можно ли поверить, чтобы этого человека осудили на такую жестокую казнь? Таков закон, Ваше Величество, для отравителей. В Германии фальшивомонетчиков варят живыми в кипящем масле, и не вдруг, а постепенно спускают их на веревки в котел, сначала ступни по. Том ноги по Тома, пожалуйста, милорд, перестань, замолчи. Я не могу этого вынести, воскликнул Том, закрывая лицо руками, чтобы отогнать ужасную картину. Заклинаю тебя, милорд, отдай приказ, чтобы этот закон отменили. А пусть никогда, никогда не подвергают несчастных таким омерзительным пыткам. Лицо графа выразило живейшее удовольствие, он был человек сострадательный и склонный к великодушным порывам, что не так часто встречалось среди знатных господ в то жестокое время. Он сказал, благородные слова Вашего Величества, смертный приговор этому закону. Они будут занесены на скрижале истории к чести Вашего Королевского дома. Помощник шерифа уже намеревался увезти осужденного, но Том знаком остановил его. — Добрый сэр, — сказал он. — Я хо, хотел бы вникнуть в это дело. Человек говорит, что улики против него очень слабы. Скажи мне, что ты знаешь о нем осмелюсь доложить Вашему Королевскому Величеству. На суде выяснилось, что человек этот входил в некий дом в селении Слингтон, где лежал некий больной. Трое свидетелей показывают, что это было ровно в 10 часов утра, а двое, что это было несколькими минутами позже. Больной был один и спал, этот человек вскоре вышел и пошел своей дорогой, а час спустя больной умер в страшных муках, сопровождаемых рвотой и судорогами. Что же, видел кто-нибудь, как этот человек давал ему яд? Яд найден. Нет, Ваше Величество. Откуда же известно, что больной был отравлен? Осмелюсь доложить Вашему Величеству, доктора говорят, что такие признаки бывают только при отравлении. Резкая улика в то наивное время. Тон сразу понял всю ее неотразимую силу и сказал. Доктора знают свое ремесло. Должно быть, они были правы. Плохо твое дело, бедняга. Это еще не все, Ваше Величество. Есть и другие, более тяжкие улики. Многие показали на суде, что колдунья, после того исчезнувшая из деревни неизвестно куда, предсказывала по секрету всем и каждому, что больному суждено быть отравленным и, больше того, что отраву даст ему незнакомый темноволосый прохожий в простом поношенном платье. Осужденный вполне подходит под эти приметы. Прошу Ваше Величество отнестись с должным вниманием к этой тяжкой улике, ввиду того, что все это было заранее предсказано. Довод подавляющей силы в те суеверные дни. Том почувствовал, что такая улика решает все дело, что вина бедняка доказана, если придавать какую-нибудь цену таким доказательствам. Но все же ему захотелось предоставить несчастному еще одну возможность обелить себя, и он обратился к нему со словами. «Если можешь сказать что-нибудь в свое оправдание, говори. Ничто меня не спасет, государь. Я невиновен, но доказать свою правоту не могу. У меня нет друзей, иначе я мог бы привести их в свидетели, что я даже не был тогда в Ислингтоне, ибо находился за целую милю от этого места, на Уопен Кольдстерс. Больше того, государь, я мог бы доказать, что в то самое время, когда я, как они говорят, загубил человека, я спас человека. Утопающий мальчик погоди. Шериф, назови мне тот день, когда было совершено преступление. В десять часов утра или несколькими минутами позже, в первый день Нового года, мой августейший, отпустить его на свободу, такова моя королевская воля». Выговорив это, Том опять отчаянно покраснел и поспешил загладить, как мог, свой некоролевский порыв. «Меня возмущает», — сказал он, — «что человека могут вздернуть на виселицу из-за таких пустых и легковесных улик». Шепот восхищения пронесся по залу. Восхищались не приговором, так как мало кто из присутствующих решился бы одобрить помилование улеченного отравителя, восхищались умом и решимостью, проявленными в этом случае Томом. Слышались такие замечания, высказываемые в полголоса. «Нет, он не сумасшедший, наш король. Он в полном рассудке. Как разумно он ставил вопросы такое властное, крутое решение напоминает нам прежнего принца. Слава Богу, его болезнь прошла. Это не слабый птенец, это король. Он держал себя совсем как его покойный родитель. Так как воздух был насыщен такими хвалебными возгласами, они не могли не дойти до ушей Тома, у него появилось ощущение непринужденности, и по всему его телу разлились какие-то приятные чувства. Но вскоре молодое любопытство заставило его позабыть эти чувства. Тому захотелось узнать, какое кровавое преступление могли совершить женщина и маленькая девочка, и по его приказу обе они, испуганные и плачущие, предстали перед ним. «А эти что сделали?» – спросил он у шерифа. «Разрешите доложить, Ваше Величество, что они уличены в гнусном преступлении, и виновность их ясно доказана. Судьи, согласно закону, приговорили их к повешению. Обе они продали душу, дьяволу, вот в чем их преступление. Том содрогнулся. Его приучили гнушаться людьми, которые общаются с дьяволом, но его отвращение было побеждено любопытством, и он спросил. Где же это было и когда? В полночь, в декабре, в развалинах церкви, Ваше Величество. Том опять содрогнулся. Кто был при этом? Только эти двое, Ваше Величество, и тот, другой. Они сознались в своей вине. Никак нет, государь, отрицают. В таком случае как же их вина стала известна. Некие свидетели, Ваше Величество, видели, как они входили туда. Это водило подозрение, которое потом подтвердилось. В частности, доказано, что при помощи власти, полученной ими от дьявола, они вызвали бурю, опустошившую всю окрестность. Около сорока свидетелей показали, что буря действительно была. Таких свидетелей нашлась бы и тысяча. Они все хорошо помнят бурю, так как все пострадали от нее. Конечно, это дело серьезное. Том некоторое время молчал, размышляя о мрачных злодеяниях колдуни и, наконец, спросил. А женщина тоже пострадала от бури. Несколько старцев, присутствовавших в зале, закивали головами в знак одобрения мудрому вопросу. Но шериф, не подозревая, к чему клонится дело, простодушно ответил. Точно так, Ваше Величество. Она пострадала и, как все говорят, по делам ее жилище снесло ураганом, и она с ребенком осталась без крова. Дорого же она заплатила за то, чтобы сделать зло самой себе. Даже если бы она заплатила всего только фартинг, и то можно было бы сказать, что ее обманули, а ведь она загубила свою душу и душу ребенка. Следовательно, она сумасшедшая, а раз она сумасшедшая, она не знает, что делает, и, следовательно, ни в чем не виновна. Старцы опять закивали головами, восхищаясь мудростью Тома. Один придворный пробормотал. Если слухи справедливы и король сумасшедший, не мешало бы этим сумасшествием заразиться иному здоровому. Сколько лет ребенку, спросил Том. Девять лет, смею доложить Вашему Величеству. Может ли ребенок, по английским законам, вступать в сделки и продавать. Себя, милорд, обратился Том с вопросом к одному ученому-судье. Закон не дозволяет малолетним вступать в какие-либо сделки или принимать в них участие, милосердный король, ввиду того, что их незрелый ум не в состоянии состязаться с более зрелым умом и злоумышленными кознями старших. Дьявол может купить душу ребенка, если пожелает и если дитя согласится, дьявол, но никак не англичанин в последнем случае договор недействителен. Ну, это дикая выдумка, чуждая христианской религии. Как же может английский закон предоставлять дьяволу такие права, каких не имеет ни один англичанин, воскликнул Том в благородном негодовании. Этот новый взгляд на вещи вызвал у многих улыбку, и многие потом повторяли эти слова в придворных кругах в доказательство того, как самобытно мышление Тома и как проясняется его помутившийся разум. Старшая преступница перестала рыдать и жадно, с возрастающей надеждой впивала в себя каждое слово. Том это заметил, и ему стало еще более жаль эту одинокую, беззащитную женщину, стоявшую на краю гибели. Он спросил, что же они делали, чтобы вызвать бурю. Они стаскивали с себя чулки, государь. Это изумило Тома и разожгло его любопытство до лихорадочной дрожи. «Удивительно», — воскликнул он пылко. «Неужели это всегда производит такое страшное действие? Всегда, государь по крайней мере если женщина того пожелает и произнесет при этом нужное заклинание, мысленно или вслух». Том обратился к женщине со страстной настойчивостью. «Покажи свою власть. Я хочу видеть бурю». Щеки суеверных придворных внезапно побелели от страха, и у большинства явилось желание, хотя и не высказанное, уйти поскорее из зала, но Том ничего не заметал, он был всецело поглощен предстоящей катастрофой. «Видя, что на лице у женщины написано удивление, он с горячим увлечением прибавил. Не бойся, за это ты не будешь отвечать. Больше того, тебя сейчас же отпустят на волю, я никто тебя пальцем не тронет. Покажи твою власть. А милостивый король, у меня нет такой власти меня оговорили. Тебя удерживает страх. Успокойся. Тебе ничего не будет. Вызови бурю, хоть самую маленькую, я ведь не требую большой и разрушительный, я даже предпочитаю». «Почту безобидную, вызови бурю, и жизнь твоя спасена, ты уйдешь отсюда свободная, вместе со своим ребенком, помилованная королем, и никто во всей Англии не посмеет осудить или обидеть тебя». Женщина простерлась на полу и со слезами твердила, что у нее нет власти совершить это чудо, иначе она, конечно, с радостью спасла бы жизнь своего ребенка и была бы счастлива потерять свою собственную, исполнив приказ короля, сулящий ей такую великую милость. Том настаивал. Женщина повторяла свои уверения. Наконец Том произнес. «Мне сдается, женщина сказала правду. Если бы моя мать была на ее месте и получила бы от дьявола такую волшебную силу, она не задумалась бы ни на минуту вызвать бурю и превратить всю страну в развалины, лишь бы спасти этой ценой мою жизнь. Надо думать, что все матери созданы так же. Ты свободна, добрая женщина, и ты, и твое дитя, ибо я считаю тебя невиновной. Теперь, когда тебе уже нечего бояться и ты прощена, сними с себя, пожалуйста, чулки, и если ты для меня вызовешь бурю, я дам тебе в награду много денег». Спасенная женщина громко изъявила свою благодарность и поспешила исполнить приказ короля. Том следил за ее действиями со страстным вниманием, которое слегка омрачилось тревогой, придворные стали явно выражать беспокойство и страх. Женщина сняла чулки из себя и с ребенка и, очевидно, была готова сделать все от нее зависящей, чтобы землетрясением отблагодарить короля за его великодушную милость, но из этого ровно ничего не вышло. Том был разочарован. Он вздохнул и сказал. «Ну, добрая душа, перестань утруждать себя зря, видно, бисовская сила тебя покинула, если же когда-нибудь она вернется к тебе, пожалуйста, не забудь обо мне, устрой для меня грозу». Глава 16. Парадный обед. Час обеда приближался, но, странное дело, эта мысль почти не тревожила Тома и уже совсем не пугала его. Утренние события внушили ему веру в себя, бедный, испачканный сажей котенок за эти четыре дня вполне освоился с незнакомым ему чердаком. Взрослому и в месяц не сделать бы подобных успехов. Никогда еще не проявлялось так явственно умение детей легко приспособляться к обстоятельствам. Поспешим же, благо нам дано это право, в большой зал для парадных банкетов и посмотрим, что там происходит в то время, как Том готовится к великому торжеству. Это обширный покой с золочеными колоннами и пилястрами, с расписными стенами, с расписным потолком. У дверей стоят рослые часовые, неподвижные, как статуи, в богатых и живописных костюмах, в руках у них алебарды. На высоких хорах, идущих вокруг всего зала, помещается оркестровка хоры битком набитой пышно разодетыми горожанами обоего пола. Посредине комнаты, на высоком помосте, стол Тома. Впрочем, предоставим опять слово летописцу. В зал входит джентльмен с жезлом в руке, и вместе с ним другой, несущий скатерть, которую после того, как они трижды благоговейно преклонили колени, он пастилает на стол, затем они оба снова преклоняют колени и удаляются. Тогда приходят двое других, один опять таки с жезлом, другой с огромной соломкой, тарелкой и хлебом. Подобно первым, преклонив колени, они ставят принесенное ими на стол и удаляются с теми же церемониями. Наконец приходят двое придворных, оба в великолепных одеждах, у одного из них в руках столовый нож, простершись трижды на ковре изящнейшим образом, они приближаются к столу и начинают тереть его хлебом и солью, причем они делают это с таким страхом и трепетом, как если бы за этим столом уже выседал король. Так заканчиваются торжественные приготовления к пиршеству. Но вот мы слышим в гулких коридорах звуки рога и, далекий невнятный крик, дорогу королю, дорогу его светлому величеству. Эти звуки повторяются снова и снова, все ближе, наконец у самых наших ушей раздаются и эти возгласы и эта военная музыка. Еще минута, и в дверях возникает великолепное зрелище, мерной поступью входит сверкающая пышная процессия. Пусть дальше опять говорит летописец. Впереди идут джентльмены, бароны, графы и рыцари, кавалеры ордена подвязки. Все роскошно одеты, у всех обнаженные головы, далее шествует канцлер между двумя лордами, один несет королевский скипетр, а другой – государственный меч острием кверху, в красных ножнах с вытесненными на них золотыми лилиями. Далее идет сам король. При его появлении 12 труп и множество барабанов исполняют приветственный тушь, а на хорах все встают и кричат. Боже, храни короля! Вслед за королем идут вельможи, приставленные к его особи, а по правую и по левую руку его почетная стража из 50 дворян с золочеными бердышами в руках. Все это было красиво и очень приятно. Сердце тома сильно билось и в глазах светился веселый огонь. Все его движения были изящны. Это изящество достигалось именно тем, что Том не делал ни малейших усилий, чтобы достигнуть его так, как он был весь поглощен и очарован радостным зрелищем и мажорными звуками. Да и трудно ли быть изящным в красивом и ловко сшитом наряде после того, как ты уже успел привыкнуть к нему, особенно в те минуты, когда этого наряда даже и не замечаешь. Помня данные ему наставления, он отвечал на общее приветствие легким наклонением головы и милостивыми, благосклонными словами. «Благодарю тебя, мой добрый народ». Он сел за стол, не снимая шляпы и немало не смущаясь этой вольностью, так как обедать в шляпы был единственный царственный обычай, равно присущий и королям и Кенте. Свита короля разделилась на несколько живописных групп и осталась с непокрытыми головами. Затем под звуки веселой музыки вошли королевские телохранители, самые высокие и сильные люди во всей Англии, специально отобранные по этому признаку. Но опять-таки предоставим слово летописцу. Вошли гвардейцы-телохранители с непокрытыми головами, в алой одежде с золотыми розами на спине, они уходили и входили опять, всякий раз принося новые кушания на золотых и серебряных блюдах. Эти блюда принимал некий джентльмен в том самом порядке, как их приносили, и ставил их на стол, между тем как лорд, предназначенный для отведывания блюд, давал каждому из телохранителей попробовать то кушание, которое он только что принес, дабы удостовериться, что оно не отравлено. Том отлично пообедал, хотя и сознавал, что сотни глаз впиваются в каждый кусок, который он сует себе в рот, и с таким интересом глядят, как он разживает этот кусок, будто перед ним не еда, а взрывчатое вещество, угрожающее разнести его на мелкие части и разбросать по всему залу. Он старался быть очень медлительным в каждом движении и вдобавок не делать ничего самому, а ждать, пока специально предназначенный для этой цели придворный не опустится перед ним на колено и не сделает за него то, что надобно. В течение всего обеда Том ни разу не попал в просаг, блистательный успех, без малейших изъянов. Когда обед кончился и Том удалился в окружении пышной свиты под радостный стук барабанов, веселые звуки фанфар и громогласные приветствия толпы, он почувствовал, что, хотя обедать публично не такое уж легкое дело, все же он готов претерпевать эту пытку по нисколько раз в день, если такой ценой он может избавиться от других, более неприятных и тяжких обязанностей своего королевского звания. Глава 17. Король Фуфу I. Майлест Гиндон торопливо прошел весь мост до Саутворкского берега, зорко всматриваясь в каждого прохожего, в надежде настигнуть тех, кого искал. Но надежда его не сбылась. Расспрашивая встречных, он проследил часть их пути в Саутворке, но там следы обрывались, и он совершенно не знал, что ему делать дальше. И все же до самого вечера он продолжал свои поиски. Ночь застала его усталым, голодным, а отце Леон был так же далеко, как и раньше. Он поужинал в харчевне Табарт и лег спать, решив на другой день встать пораньше и обширить весь город. Однако он долго не мог уснуть и рассуждал сам с собой таким, примерно, образом. Предположим, мальчику удастся убежать от негодяя, выдающего себя за его отца. Вернется ли он в Лондон, в свое старое жилье? Нет. Потому что он будет бояться, как бы его опять не поймали. Что же он сделает? В целом мире у него есть один единственный друг и защитник, Майлос Гиндон, и он, естественно, попытается разыскать своего друга, если только для этого ему не понадобится возвращаться в Лондон и подвергать себя новым опасностям. Он, безусловно, направится к Гиндон-холлу, так как знает, что Майлос держит путь туда, в свой родной дом. Да, дело ясное, надо, не теряя времени тут, в Саутворке, двинуться через Кент на Мангсбуллом, обыскивая по дороге леса и расспрашивая прохожих о мальчике. Вернемся теперь к пропавшему без вести маленькому королю. Оборванец, который, по словам трактерного слуги, подошел будто бы тут же на мосту к королю и молодому человеку, на самом деле не подходил к ним, но следовал за ними по пятам. В разговор с ними он не вступал. Левая рука его была на перевязи, и на левый глаз был налиплен большущей зеленой пласты. Оборванец слегка прихрамывал и опирался на толстую дубовую палку. Молодой человек повел короля в обход через Саутворк, мало-помалу приближаясь к большой проезжей дороге. Король начинал сердиться, говорил, что дальше не пойдет, что не подобает ему ходить к Гиндуну, что Гиндун обязан явиться к нему. Он не потерпит такой оскорбительной дерзости. Он останется здесь. Молодой человек сказал, ты хочешь остаться здесь, когда твой друг лежит раненый в лесу? Ладно, оставайся. Король сразу заговорил по-другому. Раненый, воскликнул он. Кто посмел его ранить? Впрочем, об этом потом, а сейчас веди меня, веди. Скорее, скорее. Что у тебя, свинцовые гири на ногах? Ранен. Поплатится же за это виновный, будь он хоть сыном герцога. Лес был еще довольно далеко, но они быстро дошли до него. Молодой человек осмотрелся, нашел воткнутый в землю сук, к которому была привязана какая-то тряпочка, и повел короля в чащу. Время от времени им попадались такие же сук, чья, служившие, очевидно, путеводными вехами. Наконец они дошли до поляны, где увидели остатки сгоревшего крестьянского дома, а рядом с ним полуразрушенный сарай. Нигде никаких признаков жизни и полная тишина кругом. Молодой человек вошел в сарай, король быстро вбежал за ним. Никого. Бросив на молодого человека удивленный и недоверчивый взгляд, король спросил. Где же он? В ответ раздался издевательский смех. Король пришел в ярость, схватил полено и хотел кинуться на обманщика, но тут еще кто-то издевательски захохотал над самым его ухом. То был хромой бродяга, следовавший за ним по пятам. Король повернулся к нему и гневно спросил. Кто ты такой? Чего тебе надо здесь? Брось эти шутки и перестань бушевать, сказал бродяга. Не так уж хорошо я перередился, чтобы ты не мог узнать родного отца. Ты не отец мне. Я тебя не знаю. Я король. Если это ты похитил моего слугу, так найди и верни его мне, или ты горько раскаешься. Джон Кенти ответил сурово и внушительно. Я вижу, что ты сумасшедший, и мне неохота наказывать тебя, но если ты вынудишь меня, я тебя накажу здесь твоя болтовня не опасна, потому что здесь некому обижаться на твои безумные речи, но все же тебе следует держать язык за зубами, чтобы не повредить нам на новых местах. Я убил человека и не могу оставаться дома, и тебя не оставлю, так как мне нужна твоя помощь. Я переменил свое имя и хорошо сделал, меня зовут Джон Гоббс, а тебя? Джек, запомни это покрепче. А теперь отвечай, где твоя мать, где сестры? Они не явились в условленное место, известно тебе, где они? Король угрюма ответил. Не приставай ко мне со своими загадками. Моя мать умерла, мои сестры во дворце. Молодой человек чуть опять было не захохотал, но оскорбленный король сжал кулаки, и Кенти, или Гоббс, как он теперь называл себя, удержал своего спутника. Тише, Гуга, не дразни его, он не в своем уме, а ты его раздражаешь. Садись, Джек, и успокойся, сейчас я дам тебе поесть. Гоббс и Гуга стали о чем-то тихо разговаривать между собой, а король, чтобы избавиться от их неприятного общества, отошел в полумрак, в самый дальний угол сарая, где земляной пол был на целый фут покрыт соломой. Король лег, укрылся, за неимением одеяла, соломой и весь ушел в свои мысли. У него было много горести, но какими ничтожными казались они перед великим горем, утратой отца. Имя Генриха VIII заставляло трепетать весь мир при этом имени каждому рисовалось чудовище, дыхание которого все разрушает, рука которого умеет лишь карать и казнить, но для мальчика были связаны с этим именем только сладостные воспоминания, и образ, который он вызывал в своей памяти, дышал любовью и лаской. Он припоминал свои задушевные разговоры с отцом, с нежностью думал о них, и неудержимые слезы, струившиеся по его щекам, свидетельствовали о глубине его горя. День клонился к вечеру, и мальчик, истомленный своими невзгодами, заснул спокойным, целительным сном. Много времени спустя, он не мог сказать, сколько именно, еще не совсем проснувшись, лежа с закрытыми глазами и спрашивая себя, где он и что с ним случилось, он услыхал над собой унылый, частый стук дождя по крыше, ему стало хорошо и уютно, но через минуту это чувство было грубо нарушено громким говором и хриплым смехом. Неприятно пораженный, он высвободил из соломы голову, чтобы посмотреть, что тут происходит. Непривлекательную и страшную картину увидел он. В другом конце сарая, на полу, ярко пылал костер, вокруг костра, в зловещем красном свете, лежали в повалку на земле бродяги и оба рванцы. Ни в снах он не видел, ни в книгах не встречал подобных созданий. Здесь были мужчины высокие, загорелые, с длинными волосами, одетые в фантастические рубища, были подростки с жестокими лицами, такие же оборванные, были слепцы нищие с повязками или пластырями на глазах, были калеки с костылями и деревешками, больные с гнающимися, кое-как, перевязанными ранами, был подозрительного вида разносчик со своим коробом, точильщик ножей, лудильщик, цирюльник, каждый со своим инструментом, среди женщин были совсем молодые, почти девочки, были и старые, сморщенные ведьмы. Все они кричали, шумели, бесстыдно ругались, все они были грязные и нерешливы, было здесь и трое младенцев с какими-то болячками на лицах, и несколько голодных собак с веревками на шее, они служили слепцем поводырями. Ночь уже наступила, пир только что кончился, начинала сергия. Жбан с водкой переходил из рук в руки. Раздался дружный крик, песню, песню, пой, летучая мышь, пой, дик, и ты, безногий. Один из слепцов поднялся на ноги и приготовился пить, сорвав и швырнув на пол пластыри, закрывавшие его вполне здоровые глаза, и доску с трогательным описанием причин его несчастья. Безногий освободился от своей деревяшки и на двух совершенно здоровых ногах стал рядом с товарищем. Затем оба загорланили веселую песню, а вся орава нестройно подхватывала припев. Когда дело дошло до последней строфы, палупьяный хор, увлекшись, пропел ее всю с самого начала, наполняя сарай такими оглушительными гнусовыми звуками, что даже стропила задрожали. Вот как, примерно, звучал бы конец этой вдохновенной песни в переводе с воровского языка, на котором она была сложена. Притон, прощай, не забывай, уходим в путь далекий. Прощай, земля, нас ждет петли и долгий сон, глубокий. Нам предстоит висеть в ночи, качаясь над землею, а нашу рухлядь палачи поделят меж собою. Затем пошла беседа, но уже не на воровском языке, он употреблялся только тогда, когда было опасение, что подслушивают враждебные уши. Из разговора выяснилось, что Джон Гокс не был здесь новичком, но и раньше водился с этой шайкой. Потребовали, чтобы он рассказал, что с ним было в последнее время, и когда он объявил, что случайно убил человека, все остались довольны, когда же он прибавил, что убитый, священник, все очень обрадовались и заставили его выпить с каждым по очереди. Старые знакомые радостно приветствовали его, новые гордились возможностью пожать ему руку. Его спросили, где он, шатался столько месяцев, на что он ответил. В Лондоне лучше, чем в деревне, и безопаснее, особенно в последние годы, когда законы стали такие строгие и их приказывают так точно соблюдать. Если бы не это убийство, я остался бы в Лондоне. Я уже совсем решил навсегда остаться в городе, но этот несчастный случай все спутал. Он спросил, сколько теперь человек в шайке. Атаман ответил, 25 овчин, вирстаков, напилков, кулаков, корзинщиков, да еще старухи и девки. Большинство здесь. Остальные пошли на восток, по зимней дороге, на заре и мы пойдем за ними. В этом благородном обществе я не вижу Уэна. Где он? Бедняга, он теперь в преисподней, питается там серой, а она слишком горяча для его изысканного вкуса. Его еще летом убили в драке. Грустно мне это слышать. Уэн был человек способный и отважный. Правильно. Черная Бессес, его подруга, все еще с нами, но только сейчас ее нет, ушла на восток брадежить. Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения, никто не видал ее пьяной больше четырех раз в неделю. Она всегда себя держала строго, я помню, хорошая девчонка, достойная всяких похвал. Мать ее была куда распущеннее, не умела себя соблюдать. Принес носная старуха и злющая, но зато умна, как чертеж. Ум ее и погубил. Она была такой отличной гадалкой и так ловко предсказывала будущее, что прослыла ведьмой. Ее и жерели, как велит закон, на медленном огне. Я был даже растроган, когда увидел, с каким мужеством она встретила свою горькую участь, до последней минуты она ругала и кляла толпу, которая на нее глазила, а огненные языки уже лизали ей лицо, и ее седые, косма уже трещали вокруг старой ее головы. Я говорю, она всех кляла и ругала. А уж ругалась она, можно тысячу лет прожить и не услыхать такой мастерской ругани. Увы, ее искусство умерло вместе с ней. Остались слабые и жалкие подражатели, но настоящей ругани теперь не услышишь. Атаман вздохнул, слушатели тоже сочувственные вздохнули, на минуту компания приуныла, так как даже самые огрубелые люди не лишены чувствительности и изредка способны предаваться грусти и скорби, в таких, например, случаях, как этот, когда таланты искусства погибают, ни к кому не перейдя по наследству. Впрочем, щедрый глоток из жбана, снова пущенного в круговую, скоро рассеял их тоску. А больше никто не попался из наших приятелей, спросил Гобс. Кое-кто попался. Чаще всего попадаются новички, мелкие фермеры, которые остаются без крова и без куска хлеба, когда землю у них отнимают под овечье пастбища. Такой начнет просить Мила, стыню, его привяжут к телеге, снимут с него рубаху и стягают плетьми до крови, забьют в колоду и высекут, он опять идет просить Мила стыню, его опять угостят плетьми и отрежут ему ухо. За третью попытку к нищенству, а что ему, бедняги, остается делать, его клеймят раскаленным железом и продают в рабство, он убегает, его ловят и вешают. Сказка короткая, и рассказывать ее недолго. Поплатился и еще кое-кто из наших, да не так дорого. Встаньте-ка, Йокел, Бернес и Годж, покажите ваши украшения. Названные встали и, стащив с себя лохмотья, обнажили спины, исполосованные старыми, зажившими рубцами от плетей, один откинул волосы и показал место, где было когда-то левое ухо, другой показал клеймо на плече, букву В, и изувеченное ухо, третий сказал. Я Йокел. Когда-то был я фермером и жил в довольстве, была у меня и любящая жена и дети. Теперь нет у меня ничего, и занимаюсь я не тем жена и ребята померли, может, они в раю, а может и в аду, но только, слава богу, не в Англии. Моя добрая, честная старуха-мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб, один больной умер, доктора не знали, с чего, и мою мать сожгли на костре, как ведьму, а мои ребятишки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон. Поднимите чаши. Все разом. Веселей. Выпим за милосердный английский закон, освободивший мою мать из английского ада. Спасибо, братцы, спасибо вам всем. Стали мы с женой ходить из дома в дом, прося милостыню, таская за собою голодных ребят, но в Англии считается преступлением быть голодным, и нас ловили и били в трех городах. Выпим еще раз за милосердный английский закон. Плете скоро выпили кровь моей мэрии и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле, не зная обиды и горя. А ребятишки ну, ясно, пока меня, по закону, гоняли плетьми из города в город, они померли с голоду. Выпим, братцы, один только глоток, один глоток за бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла. Я опять стал жить подаянием, протягивал руку за черствой коркой, а получил колоду и потерял одно ухо, смотрите, видите этот обрубок. Я, опять принялся просить милостыню, и вот обрубок другого уха, чтобы я не забывал об английском законе, но все же я продолжал просить, и, наконец, меня продали в рабство, вот на моей щеке под этой грязью клеймо, если смыть эту грязь, вы увидите красное р, выжженное раскаленным железом. Раб. Понятно ли вам это слово? Английский раб. Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина, и если меня поймают, будь проклята страна, создавшая такие законы, я буду повешен. Звонкий голос прозвучал в темноте. Ты не будешь повешен. С нынешнего дня этот закон отменяется. Все повернулись туда, откуда раздался голос, и увидали быстро приближающуюся фантастическую фигурку маленького короля, когда он вынырнул на свет и стал отчетливо виден, со всех сторон полетели вопросы. Кто это? Что это? Кто ты такой, малыш? Немало не смущаясь этих удавленных и вопрошающих глаз, мальчик ответил с царственным достоинством. Я Эдуард, король Англии. Раздался дикий хохот, не то насмешливый, не то восторженный, уж очень забавно показалась шутка. Король был уязвлен, он сказал резко. Вы невоспитанные бродяги. Так вот ваша благодарность за королевскую милость, которую я вам обещал. Он бронил их гневно и взволнованно, но его слова тонули среди хохота и глумливых восклицаний. Джон Гоббс несколько раз пытался перекричать крикунов, и, наконец, это ему удалось. Он сказал. Друзья, это мой сын, мечтатель, дурак, помешанный, не обращайте на него внимания, он воображает, что он король. Разумеется, я король, обратился к нему Эдуард, и ты в свое время убедишься в этом себе как горе. Ты сознался, что убил человека, тебя вздернут за это на виселицу. Ты задумал выдать меня. Ты. Да, я своими руками потише, потише, прервал его силач атаман, бросаясь на помощь королю, и одним ударом кулака свалил Гоббса на земь. Ты, кажется, не уважаешь ни королей, ни атаманов. Если ты еще раз позволишь себе забыться в моем присутствии, я сам вздерну тебя на первый сук. Потом обернулся к его величеству. А ты, малый, не грози товарищам и нигде не распускай о них дурной славы. Будь себе королем, коли тебе с дуру пришла такая охота, но пусть от этого никому не будет обиды. И не называй себя королем Англии, потому что это измена, мы, может быть, дурные люди и кое в чем поступаем неладно, но среди нас нет ни одного подлеца, способного изменить своему королю, все мы любим его и преданы ему. Сейчас увидишь, правду ли я говорю. Эй, все разом, да здравствует Эдуард, король Англии. Да здравствует Эдуард, король Англии. Клич оборванцев прозвучал, как гром, и ветхое здание задрожало. Лицо маленького короля на миг озарилось радостью, он слегка наклонил голову и сказал с величавой простотой. Благодарю тебя, мой добрый народ. Этот нежданный ответ вызвал неудержимый взрыв хохота. Когда шум немного утих, атаман выговорил твердо, но добродушно. Брось это, мальчик, это не умно и не хорошо, если тебе так уж хочется помечтать, выбери себе какой-нибудь другой титул. Лудильщик громко предложил. Фу-фу первый, король дураков. Титул сразу понравился, и все заорали. Надрывая глотку. Да здравствует фу-фу первый, король дураков. Они гикали, свистели, мяукали, хохотали. Тащите его сюда, мы его коронуем. Мантию ему. Скипетр ему. На трон его. Все эти возгласы и двадцать других посыпались разом, и не успел несчастный мальчик перевести дух, как его короновали жестяной кастрюлей, завернули его, как в мантию, в рваное одеяло посадили, как на трон, на бочку и дали в руку вместо скипетра паяльную трубку лудильщика. Потом все кинулись перед ним на колени с насмешливыми воплями и издевательскими причитаниями, вытирая мнимые слезы рваными, грязными рукавами и передниками. Смилуйся над нами, осладчайший король. Не папирай ногами твоих ничтожных червей, а благородный монах. Жалься над твоими рабами и осчастлив их королевским пинком. Прилаская и пригрей нас лучами твоей милости, а палящие солнце единовластия. Освяти землю прикосновением твоей ноги, чтобы мы могли съесть эту грязь и стать благородными. Удостай плюнуть на нас, а государь, и дети детей наших будут гордиться воспоминанием о твоей царственной милости. Но самую удачную шутку отколол весельчак-лудильщик. Коленопреклоненный, он сделал вид, что целует ногу короля, тот с негодованием оттолкнул его ногой, тогда лудильщик стал подходить к каждому по очереди и выпрашивать тряпку, чтобы завязать то место на лице, которого коснулась королевская ножка. Говоря, что после такой чести оно не должно подвергнуться грубому влиянию воздуха и что теперь он наживет себе состояние, всюду показывая это место по сто шиллингов за один взгляд. Это было так уморительно, что вся ора вомлела от восхищения и зависти. Слезы стыда и гнева стояли в глазах маленького монарха. Глава 18. Принцу-бродяг. Вся орава поднялась на рассвете и двинулась в путь. Над головой низко нависло небо, земля под ногами была скользкая, в воздухе веяло зимним холодом. Шайка приуныла, одни были угрюмые и молчаливы, другие сердиты и раздражительны, все были не в духе, каждому хотелось опохмелиться. Атаман отдал Джека на попечение Гуга, коротко приказав Джону Кенте держаться в стороне и оставить сына в покое, а Гуга он велел не слишком грубо обращаться с мальчиком. Мало-помалу погода стала лучше, тучи поднялись выше. Бродяги больше не дрожали от холода и воспрянули духом. Постепенно они развеселились, принялись зубоскалить и задевать прохожих, попадавшихся им навстречу. Это означало, что они снова стали ценить жизни и ее радости. Их, очевидно, боялись, все уступали им дорогу и смиренно переносили их дерзости и насмешки, не осмеливаясь огрызнуться. Они снимали с изгороди развешенное для просушки белье, иногда на глазах у владельцев, которые не только не возражали, но даже были как будто благодарны, что бродяги не захватили изгороди. Вскоре они вторглись к небогатому фермеру и расположились как дома, пока дрожащие от страха хозяины его домашние опустошали кладовую, чтобы приготовить им завтрак. Они трепали по подбородку фермершу и ее дочерей, когда те подкосили им кушание, и с хохотом, похожим на лошадиное ржание, обзывали их обидными прозвищами. Они швыряли кости и овощи фермера и его сыновей, заставляя их увертываться, и шумно хлопали в ладоши, когда попадали в цель. В конце концов они вымазали маслом голову одной из хозяйских дочек, возмутившейся их наглыми шутками. Уходя, они грозились прийти опять и сжечь дом вместе с хозяевами, если те посмеют донести о их проделках властям. Около полудня после долгой и утомительной ходьбы, Арава сделала привал под изгородью, за околицей довольно большой деревни. Часок отдохнули, а потом бродяги разбрелись в разные стороны, чтобы войти в деревню с нескольких. Концов одновременно и заняться каждый своим ремеслом. Джека послали с Гуга. Они побродили по улице, и, наконец, Гуга, не находя, к чему приложить свое искусство, сказал. Нечего украсть. Жалкая деревушка. Нам придется просить милостыню. Нам. Ну уж нет. Ты проси, это твое ремесло. Но я просить милостыню не стану. Ты не станешь просить милостыню, воскликнул Гуга, с удивлением вытаращив глаза на короля. Скажи, с каких это пор ты так переменился? Я тебя не понимаю. Не понимаешь? Да ведь ты всю жизнь просил милостыню на лондонских улицах. Я. Глупец. Побереги свои любезности, надольше хватит. Твой отец говорит, что ты. Всю жизнь занимаешься нищенством. Может, он врет. Может, ты даже отвожишься утверждать, что он врет, подразнивал Гуга. Это его ты называешь моим отцом. Да, он солгал. Ну ладно, приятель. Будет тебе ломать комедию и представляться сумасшедшим, повеселился, и хватит, а то как бы не нажить беды. Если я расскажу ему, он с тебя шкуру сдирит. Можешь не трудиться, я и сам ему скажу. Мне нравится твоя храбрость, ей богу нравится. А вот рассуждаешь ты глупо. Побоев, пинков, тычков и без того достаточно, ни за чем их добывать самому. Но довольна об этом. Я верю твоему отцу. Я не сомневаюсь, что он умеет врать, не сомневаюсь, что он и врет при случае, и лучшие из нас это делают, но тут ему ни за чем врать. А умный человек не тратит даром, такой полезной вещи, как ложь. Но если тебе не нравится просить, милостыню, чем же мы займемся? Будем обворовывать кухни. Король сказал раздраженно. Брось болтать глупости, ты мне надоел. Гуга рассердился. Послушай, приятель, ты не хочешь воровать, не хочешь просить милостыню, будь по-твоему. Но вот что я заставлю тебя делать. Я буду просить милостыню, а ты заманивай прохожих. Посмей только отказаться. Король презрительно посмотрел на него и хотел что-то возразить, но Гуга перебил его. ТСС. Вот идет человек с добрым лицом. Я сейчас упаду на земь, будто в припадке. Когда этот человек подбежит ко мне, ты начни вопить, упади на колени и притворись, будто плачешь, кричи, словно дьяволы у тебя в брюхе, и скажи. А сэр, это мой бедный, гаремочный брат, у нас нет друзей. Именем Господа заклинаю тебя, будь милосерд, сжалься над больным, всеми брошенным, несчастным бедняком, удели один маленький пэнни от избытка твоего обиженному богом погибающему человеку. И помни, не переставай выйти, не унимайся, покуда не выманешь у него пэнни, иначе плохо тебе будет. И Гуга тут же застонал, заплакал, начал закатывать глаза под лоб, шататься, вертеться на месте, а когда прохожий подошел поближе, он с криком упал на землю и забился в грязи, изображая страшные мучения. «О боже!» — воскликнул добрый прохожий. «Ах, бедняга, как он страдает! Я помогу тебе! Ах, нет, добрый сэр, не трогай меня, пошли тебе, Господи, всякого благополучия! Мне страшно больно, когда до меня дотрагиваются во время припадка. Вот мой брат расскажет твоей милости, что со мной делается, когда меня начинает вот и так корчить. Дай пэнни, добрый сэр, и, оставь меня мучиться! Один пэнни. Да я дам тебе целых три, бедный ты человек!» И прохожий принялся поспешно шарить у себя в кармане, доставая деньги. Вот, голубчик, возьми, получай на здоровье. «Пойди сюда, мальчик, помоги мне снести твоего бедного брата вот в тот дом, где он вовсе мне не брат», – перебил его король. «Как? Он тебе не брат!» «Вот! Вы слышите?» – застонал Гуга, скрижеща на короля зубами. Он отрекается от родного брата, от брата, который одной ногой стоит в могиле. «Если он твой брат, у тебя в самом деле жестокое сердце, мальчик! Как тебе не стыдно! Ведь он не может двинуть ни рукой, ни ногой! Если он не брат тебе, кто же он тогда, нищий и вор? Он взял у тебя деньги и в это самое время залез тебе в карман! Если хочешь излечить его чудом, пусть твоя палка прогуляется по его плечам, в остальном можешь положиться на Бога!» Но Гуга не стал дожидаться чуда. В один миг он вскочил на ноги и умчался, как ветер, а прохожий за ним, крича во все горло. Король, горячо поблагодарив небо за собственное избавление, побежал в противоположную сторону и не умерил шага, пока не очутился вне опасности. Он свернул на первую попавшуюся дорогу и скоро оставил деревню далеко за собой. Несколько часов он торопливо шел поминутно с тревогой оглядываясь, не гонятся ли за ним, но, наконец, страхи его улеглись, и радостное сознание безопасности охватило его. Теперь только он почувствовал, что голоден и очень устал. Он постучался было в ближайшую ферму, но ему не дали даже слова сказать и грубо выгнали вон, его одежда не внушала доверия. Разгневанный и оскорбленный, он по-плелся дальше, решив, что впредь не станет подвергать себя таким унижением. Но голод сильнее гордости, и под вечер он еще раз попытался найти приют на ферме, здесь его, однако, приняли еще хуже, изругали и посулили задержать как бродягу, если он не уберется сейчас же. Наступила ночь темная и холодная. А король все еще ковылял на усталых ногах. Ему по неволе приходилось идти и идти, едва он присаживался, холод пронизывал его до костей. Все чувства и впечатления во время этого странствия в торжественном мраке ночи по пустынным дорогам и полям были для него новые страны. Временами он слышал голоса, они приближались, звучали совсем близко и постепенно замирали. Он не мог рассмотреть людей, а видел только неясные, скользящие тени, в этом было что-то призрачное, жуткое, и он вздрагивал от страха. Иногда он видел мерцающий свет вдали, словно в ином мире, иногда слышал звяканье овечьего колокольчика, далекое, неясное, проглушенное мычание коров, долетавшие до него с ночным ветром, было полно уныния по временам. Из-за невидимых полей и лесов доносился жалобный вой собаки. Все звуки доносились издалека, и маленькому королю казалось, что все живое отступило от него вдаль, что он стоит, одинокий, затерянный посреди беспредельной пустыни. Он спотыкался, но все шел и шел. Мрачное обаяние этих новых впечатлений охватило его. Поры над головой у него чуть слышно шелестила сухая листва, и он вздрагивал от этого шороха, ему казалось, что это шепчутся какие-то люди. Он шел и шел пока, наконец, внезапно не увидел совсем близко свет жестяного фонаря. Он отпрянул назад, в тень, и стал ждать. Фонарь стоял возле сарая, у отваренной двери. Король подождал немного, ни звука, ни шороха. Он так озяб, а гостеприимный сарай так манил к себе, что, наконец, он решился войти. Быстро, бесшумно прокравшись к двери, он переступил порог, и в ту же минуту услыхал за собой голоса, он поскорее юркнул за бочку и присел на корточке. Вошли два батрака с фонарем и, болтая, принялись за работу. При свете фонаря король успел рассмотреть внутрен. Ность сараей, заметив на другом конце его что-то вроде большого стойла, решил добраться до него, когда останется один, он заметил также, что на полпути к стойлу лежит груда Папон, и твердо вознамерился заставить их послужить этой ночью короне Англии. Батраки кончили работать и ушли, забрав фонарей заперев за собою двери. Дрожащий от холода король, спотыкаясь в потемках, поспешно добрался до Папон, захватил их сколько мог и затем благополучно проскользнул к стойлу. Из двух Папон он устроил себе постель, а остальными двумя укрылся. Теперь он был счастливым королем, хотя его одеяла были старые, тонкие и не очень грели, да вдобавок от них еще противно пахло лошадиным потом. Король-прадруг, его мучил голод, но все же он так устал, что вскоре его охватила дремота. Но как раз в ту минуту, когда он готов был заснуть по-настоящему, он ясно почувствовал, что кто-то дотронулся до него. Он сразу проснулся и затаил дыхание. У него чуть сердце не лопну. Лот так испугало его это таинственное прикосновение в темноте. Он лежал неподвижно и прислушивался, едва дыша. Но все было безмолвно и недвижимо. Он слушал, как ему казалось, очень долго, но все по-прежнему было безмолвно и недвижимо. Он опять погрузился в дремоту, и вдруг снова ощутил таинственное прикосновение. Как ужасно прикосновение чего-то беззвучного и невидимого. Мальчик почувствовал безумный страх. Что ему делать? Это был вопрос, на который он никак не мог найти ответа. Покинуть это довольно удобное ложе и бежать от неведомого врага. Но куда бежать? Из сарая все равно выбраться нельзя, он заперт, а бродить в темноте из угла в угол в четырех стенах, как в тюрьме, когда за тобой ускользит невидимый призрак, который может каждую минуту дотронуться до твоего плеча или руки. Нет, это еще страшнее. Но лежать всю ночь, умирая от страха, разве это лучше? Нет. Что же тогда делать? Он хорошо знал, что ему оставалось только одно – протянуть руку и выяснить, наконец, кто к нему прикасался. Это легко было решить, но трудно выполнить. Три раза он робко протягивал руку в потьмах и тотчас же судорожно отдергивал ее назад, не потому, что она прикоснулась уже к чему-нибудь, а потому, что он чувствовал, что она сейчас к чему-нибудь прикоснется. Но на четвертый раз он протянул руку немного дальше, и рука его слегка дотронулась до чего-то теплого и мягкого. Он окаменел от ужаса, ум его был в таком смятении, что ему почудилось, будто перед ним еще не остывший мертвец. Он подумал, что скорее умрет, чем дотронется до него еще раз, но он ошибся, не зная непобедимой силы человеческого любопытства. Скоро его рука, дрожа, уже опять тянулась в ту сторону, настойчиво тянулась, наперекор его решению, почти против воли. Он нащупал пучок длинных волос. Он вздрогнул, но провел рукой по волосам и дотронулся до чего-то похожего на теплую веревку, провел рукой по веревке и нащупал, не виннейшего теленка. Веревка была вовсе не веревкой, а тиличим хвостом. Королю стало стыдно, что он натерпел. Вся столько страхов и мучений из-за таких пустяков, но, по правде говоря, ему нечего было особенно стыдиться, он ведь испугался не теленка, а чего-то страшного, несуществующего, что он представил себе вместо теленка, всякий другой мальчик в те суеверные времена испугался бы не меньше его. Король был в восторге не только от того, что страшное чудовище оказалось простым теленком, но и от того, что у него нашелся товарищ, он чувствовал себя таким одиноким и покинутым, что даже близость этого смиренного животного была ему отродна. Люди так обижали его, так грубо с ним обходились, что для него было поистине утешением обрести, наконец, товарища, у которого хотя и нет глубокого ума, но по крайней мере доброе сердце и кроткий нрав. Он решил позабыть о своем высоком сане и подружиться с теленком. Поглаживая рукой его теплую гладкую спинку, теленок лежал совсем близко, король сообразил, что новый друг может сослужить ему службу. Он взял свою постель и подтащил ее поближе к теленку, потом свернулся клубочком, опустив голову на спину теленка, натянул папу, но на себя и на своего друга, и через минуту ему было так же тепло и удобно, как на пуховиках в королевском дворце в Вестминстере. И сразу пришли приятные мысли, жизнь стала казаться радостнее. Он уже больше не слуга преступников, он избавлен от общества низких и грубых бродяг, над головой его крыша, ему тепло, словом, он счастлив. Дул ночной ветер, он налетал порывами, от которых дрожал и трясся старый сарай, замирал, потом снова стонал и выл по углам и под крышей. Но все это было музыкой для короля теперь, когда ему стало хорошо и удобно, пусть дует и злится ветер, пусть плачет, свистит и стонет, ему все равно. Он только сильнее прижимался к своему другу, наслаждаясь теплом, и незаметно уснул блаженным сном без сновидений, ясным и мирным. Вдали заливались собаки, печально мычали коровы, бушевал ветер, дождь яростно стучал по крыше, а его величество, властителян, глии, безмятежно спал, и рядом с ним спал теленок, простое создание, равнодушное к бурям и не стиснющееся спать рядом с королем. Глава 19. Принцу крестьян. Проснувшись рано утром, король заметил, что мокрая, но дагодливая крыса прокралась ночью к нему и приютилась у него на груди. Когда он пошевелился, крыса убежала. Мальчик с улыбкой сказал, глупая, чего ты боишься? Я такой же бездомный, как и ты. Стыдно мне было бы обидеть беззащитного, когда я сам беззащитен. Я признателен тебе за доброе предзнаменование, когда король опустился так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди, это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя. Он встал, вышел из стойла и в ту же минуту услышал детские голоса. Дверь сарая отворилась, и вошли две маленькие девочки. Заметив короля, они сразу перестали болтать и смеяться и остановились как вкопанные, разглядывая его с большим любопытством, потом пошептались, потом подошли ближе и опять остановились, опять поглядели на него и опять зашептались. Мало-помалу они набрались храбрости и начали говорить о нем довольно громко. Одна сказала, у него лицо красивое, другая прибавила, и волосы кудрявые, но одет он очень скверно. И какой голодный на вид. Они подошли ближе, застенчиво оба, шли несколько раз вокруг него, внимательно его рассматривая, словно он был каким-то странным, невиданным, зверем, боязливо и зорко наблюдая за ним, как бы боясь, что этот зверь, чего доброго, укусит. В конце концов они остановились перед ним, держась за руки, как бы ища защиты друг у дружки, и вытаращили напево свои простодушные глазенки, потом одна из них, набравшись храбрости, напрямик спросила. Кто ты, мальчик? Я король, ответил он с достоинством. Девочки слегка отшатнулись, широко раскрыв глаза, и полминуты не могли выговорить ни слова, потом любопытство взяло верх король. Какой король? Король Англии. Девочки посмотрели друг на дружку, потом на него, потом опять друг на дружку, удивленно, смущенно. Затем одна из них сказала. Ты слышишь, Марджерри. Он говорит, что он король. Может ли это быть правдой? Как же это может быть неправда, Присей? Разве он станет лгать? Ведь ты понимаешь, Присей, если это неправда, значит это ложь. Подумай как следует. Все, что неправда, то, ложь, с этим уж ничего не поделаешь. Довод был здравый и неопровержимый, сомнения Присей сразу рассеялись. Она подумала минутку, положилась на честность короля и бесхитростно сказала. Если ты вправду король, я тебе верю. Я вправду король. Таким образом дело уладилось. Королевское звание его величества было признано без дальнейших споров, и девочки принялись расспрашивать его, как он попал сюда, и почему он так не по-королевски одет, и куда он идет. Король и сам был рад отвести душу, рассказать о своих злоключениях кому-нибудь, кто не станет смеяться над ним или сомневаться в правдивости его словаря. Он с жаром рассказал свою историю, на время позабыв даже о голоде, и добрые девочки выслушали его с глубоким сочувствием. Но когда он дошел до последних своих несчастий и они узнали, как давно он ничего не ел, они перебили его на полусловие и потащили домой, чтобы поскорее накормить. Теперь король был счастлив и весел. Когда я вернусь во дворец, говорил он себе, я буду всегда заботиться о маленьких детях, в память того, как эти девочки не испугались меня и поверили мне, когда я был в несчастье, а те, кто старше их и считают себя умнее, только издевались надо мною, выставляя меня лжецом. Мать девочек приняла короля у числи, во, ее доброе женское сердце было тронуто горькой долей бездомного мальчика, да еще вдобавок помешанного. Она была вдова и далеко не богата, сама натерпелась довольно горя и потому умела сочувствовать несчастным. Она вообразила, что помешанный мальчик убежал от своих родных или сторожей, и все допытывалось, откуда он пришел, чтобы вернуть его домой, она называла соседние города и деревни, но все ее расспросы были напрасны. По лицу мальчика и по его ответам она видела, что ему незнакомо то, о чем она говорит. Он просто и охотно говорил о придворной жизни, раза два всплакнул, вспомнив о покойном короле, своем отце, но как только разговор переходил на более низменные темы, мальчик становился безучастным и умолкал. Женщина была озадачена, но не сдалась. Хлопоча у очага, она пускалась на всевозможные хитрости, чтобы выведать, кто такой этот мальчик. Она заговорила с ним о коровах, он остался равнодушен, завела речь об овцах, то же самое, таким образом, ее догадки насчет того, что он был пастухом, оказались ошибочными, она заговорила о мельницах, о ткачах, лудельщиках, кузнецах, о всевозможных мастерствах и ремеслах, потом о сумасшедшем доме, о тюрьмах, о приютах, напрасно, она всюду потерпела поражение. Впрочем, нет, может быть, он чей-нибудь слуга. Да, теперь она была уверена, что напала на верный след, без сомнения, он служил в каком-нибудь доме. Она завела об этом разговор. Но и тут ничего не добилась, разговор о подметании комнаты топки очага, видно, тяготел мальчика, чистка посуды не вызывала в нем никакого восторга. Тогда добрая женщина, уже теряя надежду, на всякий случай заговорила о стрипне. К великому ее удивлению и радости, лицо короля вдруг просияло. Ага, наконец-то она поймала его, она была горда, что добилась этого так проницательно и палитично. Ее уставший язык мог, наконец, отдохнуть, потому что король, вдохновленный пожирающим его голодом и соблазнительным запахом, исходившим от брызгающих пиною горшков и кастрюль, пустился в долгие красноречивые описания разных лакомых блюд. Через три минуты, женщина уже говорила себе. Ну конечно, я была права, он работал на кухне. А король называл все новые и новые блюда и обсуждал их с таким воодушевлением и знанием дела, что женщина думала. Откуда он знает столько кушаней, да еще таких мудреных, которые подают за столом только у богачей и вельмож. А, понимаю. Теперь он оборванец, но прежде, пока не свихнулся, служил, должно быть, во дворце. Да, наверное он работал на кухне у самого короля. Надо испытать его. Чтобы проверить свою догадку, она велела королю присмотреть за кушаньем, намекнув, что он может и сам постряпать, коли у него есть охота, изготовить одно-два блюда лишних. Потом вышла из комнаты, сделав знак своим дочкам следовать за нею. Король пробормотал. В былые времена такое же поручение. Было дано другому английскому королю, нет ничего унизительного для моего достоинства заняться делом, до которого снизошел сам Альфред Великий. Но я постараюсь лучше него оправдать доверие своей хозяйке, так как у него лепешки подгорели. Намерение было доброе, но исполнение оказалось много хуже, скоро и этот король, как и тот, в былые времена, углубился в свои мысли, и случилась та же беда, кушанье подгорело. Женщина вернулась во время, чтобы спасти завтрак от окончательной гибели, и быстро вывела короля из задумчивости, обругав его на совесть и без всяких церемоний. Затем, видя, что он сам огорчен тем, что не оправдал ее доверие, смягчилась и опять стала доброй и ласковой. Мальчик вкусно и сытно позавтракал и после еды приободрился и повеселел. Этот завтрак был замечателен тем, что и хозяйка и гость относились друг к другу снисходительно, забывая о высоте своего звания, и в то же время ни гость не сознавал, что ему оказывается милость, не хо, зяйка. Женщина собиралась покормить этого бродягу объедками где-нибудь в уголке, как кормят бродяг или собак, но ее мучила совесть, что она изругала его, ей хотелось чем-нибудь это загладить, и она посадила его за один стол с собою и своими детьми, умышленно подчеркивая это, обращалась с ним, как с равным. Король со своей стороны укорял себя за то, что не оправдал доверие семьи, которая отнеслась к нему так ласково, и решил искупить свою вину, снизойдя к ним и не требуя, чтобы фермершие дети стояли и прислуживали ему, в то время как он будет кушать один за столом, как приличествует его сану и званию. Каждому из нас полезно иногда отложить в сторону свое чванство. Добрая женщина весь день была счастлива, хваля себя за свое снисхождение к маленькому бродяге, а король тоже был доволен собой потому что подарил своим благоволением простую крестьянку. Когда завтрак был съеден, фермерша велела королю вымыть посуду, это в первую минуту смутило его, и он хотел было отказаться, но потом сказал себе. Альфред Великий присматривал за лепешками, без сомнения, он вымыл бы и посуду, если бы его о том попросили. Попробую-ка и я. Проба оказалась неудачной, он был очень изумлен, так как думал, что вымыть деревянные ложки и миски – пустое дело. Занятие это оказалось скучным и хлопотливым, однако король кое-как справился. Ему уже не терпелось продолжать путь, но отделаться от домовитой фермерши было не так то легко, она давала ему то одну, то другую работу, и он все исполнял добросовестно и довольно успешно. Между прочим, она посадила его вместе с девочками чистить зимние яблоки, но это у него не ладилось, тогда она велела ему наточить кухонный нож, потом заставила его расчесывать шерсть, и он скоро решил, что давно перещеголял доброго короля Альфреда в разных показных геройствах, которые выходят такими замечательными в рассказах и исторических книгах, словом, что с него достаточно. И когда после обеда фермерша дала ему корзинку с котятами и велела их утопить, он отказался. Вернее, он собирался отказаться, так как чувствовал, что надо же где-нибудь поставить точку и что удобнее всего отказаться именно топить котят, но ему помешали. Помешали Джон Кенти, с коробом разносика за спиной, и гуга. Король увидел обоих негодяев, приближавшихся к воротам, прежде чем они успели его заметить, не сказав ни слова, он взял корзинку с котятами и тихонько вышел в заднюю дверь. Котят он оставил в сенях, а сам пустился во всю прыть по узкому переулку. Глава 20. Принц и отшельник. Теперь он был скрыт от дома высокой изгородью. В смертельном страхе, он напряг все силы и помчался к далекому лесу. Он ни разу не оглядывался до тех пор, пока не достиг лесной опушки, тогда он оглянулся и увидел вдали двух мужчин. Этого было достаточно, он не стал рассматривать их, а поспешил дальше и не убавлял шага, пока не очутился в сумрачной чаще леса. Тут только он остановился, полагая, что теперь он в безопасности. Он чутко прислушался, кругом стояла глубокая, торжественная тишина, тяжелая тишина, угнетавшая душу. Лишь изредка, напрягая слух, он различал звуки, но такие отдаленные, глухие и таинственные, что казалось, то были не настоящие звуки, а лишь их стонущие и плачущие призраки. Эти звуки были еще страшнее той тишины, которую они нарушали. В начале он хотел до самого вечера не двигаться с места, но от бега он вспотел, и теперь ему стало холодно, пришлось идти, чтобы согреться ходьбой. Он пустился прямиком через лес, надеясь выйти где-нибудь на дорогу, но ошибся. Он все шел и шел, но чем дальше, тем, казалось, гуще становился лес. Стемнело, и король понял, что скоро наступит ночь. Он содрогнулся при мысли, что ему придется заночевать в таком жутком месте, он стал торопиться, но от этого двигался еще медленнее, так как в полутьме не видел, куда ступает, и то и дело спотыкался о корне, запутывался в ветках и колючих кустах. Как он обрадовался, когда, наконец, увидел слабый огонек. Он осторожно подошел к огоньку, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и прислушаться. Этот огонек светился в оконце убогой маленькой хижины. Оконце было без стекол. Король услыхал голос и хотел убежать и спрятаться, но, разглядев, что тот, кому принадлежал голос, молиться передумал. Он подкрался к окну, единственному во всей хижине, приподнялся на цыпочки и заглянул внутрь. Комната была маленькая, с земляным полом, плотно утоптанным, в углу было устроено ложи из камыша, покрытые изодранными одеялами, тут же у постели виднелись ведро, кружка, миска, несколько горшков и сковородок, рядом невысокая скамейка и табурет о трех ножках, в очаге даграло пламя. Перед распятием, освещенным одною только свечой, стоял на коленях старик, а, возле него, на старом деревянном ящике, рядом с человеческим черепом, лежала раскрытая книга. Старик был большой, кастистый, волосы и борода у него были очень длинные и белые, как снег, на нем было одеяние из овечьих шкур, низ подавшей от шеи до пят. — Святой отшельник, — сказал себе король. — Наконец-то мне повезло. Отшельник поднялся с колен. Король постучался. Низкий голос ответил. — Войди, но оставь грех за порогом, потому что земля, на которую ты ступишь, священна. Король вошел и остановился. Отшельник устремил на него блестящие, беспокойные глаза и спросил. — Кто ты такой? — Я король, — услышал он ответ, простой и скромный. — Добро пожаловать, король, — ввоз. Торги воскликнул отшельник. Затем, лихорадочно суетясь и беспрестанно повторяя добро пожаловать, отшельник подвинул скамейку к огню, усадил на нее короля, подбросил в огонь охапку хвороста и возбужденно забегал по комнате из угла в угол. Добро пожаловать. Многие искали приюта в этом святилище, но оказались недостойны и были изгнаны. Но король, отвергший корону, призривший суетные почести, подобающие его сану, и облегшийся в лохмотье, чтобы провести свои дни в святости и умерщвлении плоти, он достоин, он желанный гость. Он останется здесь до самой кончины. Король поспешил прервать его и сообщил ему подлинные обстоятельства дела, но отшельник не обратил на его слова никакого внимания, даже, невидимому, не слышал их, а продолжал говорить с возрастающим жаром и все повышая голос. Здесь ты пребудешь в мире. Здесь никто не откроет твоего убежища, чтобы беспокоить тебя мольбами вернуться к пустой и суетной жизни, которую ты покинул, повинуясь Божьему велению. Здесь ты будешь молиться, ты будешь изучать Священное Писание, ты будешь размышлять о безумии и обольщениях мира сего и о блаженстве будущей жизни, ты будешь питаться черствым хлебом и травами и ежедневно бичевать свое тело ради очищения души. Ты будешь носить на голом теле в лосиницу, ты будешь пить только воду, ты будешь наслаждаться покоем, да полным покоем, ибо тот, кто придет искать тебя, вернется осмеянный, он не найдет тебя, он не смутит тебя. Старик продолжал ходить из угла в угол. Он уже не говорил вслух, а что-то бормотал про себя. Король воспользовался этим, чтобы рассказать свою историю. Под влиянием смутной тревоги и какого-то неясного предчувствия он рассказал ее очень красноречиво. Но отшельник продолжал ходить и бормотать, не обращая на него внимания. Все еще бормоча, он приблизился к королю и сказал выразительно, подчеркивая каждое слово. Т.С., я открою тебе великую тайну. Он наклонился к мальчику, но тотчас же отшатнулся, как бы прислушиваясь, подошел, крадучись, к окну, высунул голову, вглядываясь в потемки, потом на носках вернулся, приблизил свое лицо к самому лицу короля и прошептал. Я, архангел. Король сильно вздрогнул и сказал себе. Уж лучше бы мне остаться с бродягами. Теперь я во власти сумасшедшего. Его тревога усилилась и ясно отразилась у него на лице. Тихим, взволнованным голосом отшельник продолжал. Я вижу, ты чувствуешь, какая святость окружает меня. На челе твоем начертан благоговейный страх. Никто не может пребывать в этой святости и не ощутить этого страха, ибо это святость неба. Я улетаю туда и возвращаюсь во мгновение ока. Пять лет назад сюда, на это самое место, с небес были неспосланы ангелы, чтобы возвестить мне о том, что я удостоен архангельского чина. От них исходил ослепительный свет. Они преклонили передо мною колени, ибо я еще более велик, чем они. Я вознесся в небеса и беседовал с патриархами «Дай мне руку, не бойся, дай мне руку». Знай, что ты коснулся руки, которую пожимали Авраам, Исаак, Иаков. Я был в золотых чертогах, я видел самого Господа Бога. Он остановился, чтобы поглядеть, какое впечатление произвела его речь, затем лицо его исказилось, и он снова вскочил на ноги, восклицая сердито. Да, я архангел. Только архангел. А я мог бы быть папой. Это истинная правда. Мне это сказал голос во сне двадцать лет тому назад. Да, меня должны были сделать папой. И я был бы папой, ибо такова воля небес. Но король разорил мой монастырь, и меня, бедного, гонимого монаха, лишили крова и отняли у меня мою великую будущность. Он опять забормотал, в бессильной, ярости ударяя себя кулаком по лбу, время от времени у него вырывались то проклятия, то жалобные возгласы. И вот почему я только архангел, когда мне предназначено было сделаться папой. Так продолжалось целый час, а бедный маленький король сидел и мучился. Но вот ярость старика утихла, и он стал необычайно ласков. Голос его смягчился, он сошел с облаков на землю и принялся болтать так просто, так сердечно, что вскоре совсем покорил сердце короля. Он усадил мальчика поближе к огню, стараясь устроить его как можно удобнее, ловкой и нежной рукой промыл его порезы и царапины, затем стал готовить ужин, все время весело болтая и то трипля мальчика по щеке, то гладя его по голове так нежно и ласково, что вместо страха и отвращения король скоро почувствовал к архангелу уважение и любовь. Это приятное расположение духа продолжалось до конца ужина, затем, помолившись перед распятием, отшельник, уложил мальчика спать в маленькой соседней коморке, укутав его заботливо и любовно, как мать, и, еще раз приласков его на прощание, оставил его и уселся у огня, рассеянные и бесцельно переворачивая головешки в очаге. Вдруг он остановился и несколько раз постучал пальцем по лбу, словно стараясь вспомнить какую-то ускользнувшую мысль. Но это ему, видимо, не удавалось. Внезапно он вскочил и я вошел в комнату гостя, с вопросом. Ты король? Да, сквозь сон ответил мальчик. Какой король? Англии. Англии. Так Генрих умер. Увы, да. Я сын его. Словно черная тень легла на лицо отшельника. Он со злобой сжал свои кост, лявые руки, постоял в раздумье, учащенно дыша и глотая слюну, потом хрипло выговорил. Знаешь ли ты, что это по его милости мы стали бездомными и бесприютными? Ответа не было. Старик наклонился, вглядываясь в спокойное лицо мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию. Он спит, крепко спит. Мрачная тень на его лице сменилась выражением злобной радости. Мальчик улыбнулся во сне. Отшельник пробормотал. Сердце его полно счастья, и отвернулся. Он бесшумно бродил по комнате, чагото ища, то останавливался и прислушивался, то оборачивался, чтобы взглянуть на кровать, и все бормотал, бормотал себе. Наконец он, невидимому, нашел то, что искал, старый, заржевленный кухонный нож и брусок. Тогда он прокрался к своему месту у огня, сел и принялся оттачивать нож, все бормоча про себя, то тише, то громче. Ветер стонал вокруг одинокой хижины. Таинственные голоса ночи доносились из неведомой дали. Блестящие глаза отважных крыс и мышей смотрели на старика изо всех щелей и норок, но он продолжал свою работу, увлеченный, ничего не замечая. Иногда он проводил большим пальцем по лезвию ножа и с довольным видом кивал головой. Острее становится, говорил он, да, острее. Он не замечал, как бежит время, и упорно работал, занятый своими мыслями, которые порой произносил вслух. Его отец обидел нас, разорил и отправился в ад гореть на вечном огне. Да, в ад, гореть на вечном огне. Он ускользнул от нас, но на то была Божья воля, да, Божья воля и мы не должны роб. Тать. Нож не ускользнул от адского огня. Нет, он не ускользнул от адского огня, всипожирующего, безжалостного, неугасимого, и этот огонь будет гореть до скончания веха. Он все точил, все точил, то невнятно бормоча, то посмеиваясь скрипучим смехом, то снова произнося вслух. Это его отец во всем виноват. Я только архангел, но если бы не он, я был бы папой. Король пошевелился во сне. Отшельник бесшумно подскочил к постели, опустился на колени и занес над спящим, нож. Мальчик опять пошевелился, глаза его на миг открылись, но в них не было мысли, они ничего не видели, через минуту по его ровному дыханию стало ясно, что сон его опять крепок. Некоторое время отшельник ждал и прислушивался, не двигаясь, затаив дыхание, потом медленно опустил руку и также тихо прокрался назад, сказав, полночь давно уже миновала, нехорошо, если он закричит, вдруг случайно кто-нибудь будет проходить мимо. Он как тень скользил по своей берлоге, подбирая где тряпку, где обрывок веревки, потом опять подошел к королю и осторожно связал ему ноги, не разбудив его. Затем попробовал связать и руки, он несколько раз пытался соединить их, но мальчик вырывал то одну руку, то другую, как раз в то мгновение, когда веревка готова была охватить их, наконец, когда архангел уже почти отчаялся, мальчик сам скрестил руки, и в один миг они были связаны. Затем архангел сунул спящему повязку под подбородок и туго стянул ее узлом, на голове, так тихо, так осторожно и ловко, что мальчик все время мирно спал и даже не пошевелился. Глава 21. Гиндон приходит на выручку, старик, ступая неслышно, как кошка, отошел и принес от очага низкую скамеечку. Он сел так, что одна половина его была вся озарена тусклым колеблющимся светом, а другая оставалась в тени. Не сводя глаз со спящего мальчика, он терпеливо оттачивал нож, все бормоча про себя и не замечая, как бегут часы, он был похож на серого чудовищного паука, готового проглотить неосторожное насекомое, запутавшееся в его паутине. Наконец, много времени спустя, старик, который смотрел, но ничего не видел, поглощенный своими думами, вдруг заметил, что глаза мальчика открыты, широко открыты и глядят, глядят, застыв от ужаса, на нож. Дрожь. Улыбка дьявольского торжества скользнула по лицу старика, и он, не меняя положение и не прерывая своей работы, спросил. Сын Генриха VIII, молился ли ты? Мальчик беспомощно забился в своих «узах» и невнятный звук вырвался из его крепко стянутых челюстей. Отшельник истолковал это как утвердительный ответ на свой вопрос. Так помолись снова. Читай отходную молитву. Дрожь пробежала по телу мальчика, лицо его побледнело. Он опять забился на постели, пытаясь освободиться, изгибаясь и поворачиваясь во все стороны, он вырывался отчаянно, но напрасно. Между тем старый людоед с улыбкой глядел на него, кивал головой и спокойно продолжал точить нож, время от времени бормоча. Твои минуты сочтены, и каждая из них драгоценно молись, читай себе отходную. Мальчик горестно застонал и перестал метаться, он задыхался, слезы капля за каплей текли по его лицу, но это жалостное зрелище нисколько не смягчило свирепого старика. Уже начинало светать, отшельник заметил это и заговорил резко, возбужденно. Нельзя мне больше растягивать это наслаждение. Ночь почти прошла. Она пролетела для меня как минута, как одна минута, а я хотел бы, чтобы она длилась год ну, отроди и губителя церкви, закрой глаза, если тебе страшно смотреть дальше, речь его стала невнятна. Он упал на колени с ножом в руке и наклонился над стонущим мальчиком. Но что это? У хижины послышались голоса. Нож выпал из рук отшельника, он набросил на мальчика овечью шкуру и вскочил, дрожа. Шум усиливался, голоса звучали грубо и гневно, слышны были удары и крики о помощи, затем топот быстро удаляющихся шагов. Тотчас же вслед затем, раздался громовый стук в дверь хижины и крик. Эй! Отворяй! Да поскорее, во имя всех дьяволов! О! Эта брань прозвучала музыкой в ушах короля, то был голос Майлса Гиндона. Отшельник, стиснув зубы в бессильной злобе, поспешно вышел из коморки, притворив за собою дверь, затем король услыхал разговор, происходивший в молельной. Привет тебе и уважение, почтенный сэр! Где мальчик, мой мальчик? Какой мальчик, друг? Какой мальчик? Не морочь меня, господин монах, не рассказывай мне сказок, я не расположен шутить. Невдалеке отсюда я встретил двух негодяев, должно быть тех самых, которые украли его у меня, и я выпытал у них правду, они сказали, что он опять убежал и что они проследили его до твоей двери. Они показали мне его следы. Ну, нечего больше хитрить. Берегись, святой отец, если ты не отдашь мне его. Где мальчик? А добрый сэр ты, должно быть, го, варишь об оборванном бродяге царского рода, который провел здесь ночь. Если такие люди, как ты, могут интересоваться такими, как он, то да будет тебе известно, что я послал его с поручением. Он скоро вернется. Скоро вернется. Когда? Говори скорее, не теряй времени, не могу ли я догнать его? Когда он вернется? Не утруждай себя, он скоро придет. Ну, ладно, будь по-твоему. Попытаюсь дождаться его. Однако постой. Ты послал его с поручением, ты. Ну, уж это враки. Он не пошел бы. Он вырвал бы всю твою седую бороду, если бы ты позволил себе такую дерзость. Ты врешь, приятель, наверняка врешь. Не стал бы он никуда бегать ни ради тебя, ни ради любого другого человека. Человека, да. Ради человека, может быть, и не стал бы. Но я не человек. Господи, помилуй, кто же? Это тайна смотри, не выдавай ее. Я архангел. Майлес Гиндон буркнул что-то не особенно почтительное, затем прибавил. Этим, конечно, и объясняется его снисхождение к тебе. Он палец о палец не ударит в угоду простому смертному, но архангелам даже король обязан повиноваться. ТСС. Что это за шум? Все это время маленький король то дрожал от ужаса, то трепетал от надежды и все время старался стонать как можно громче, чтобы Гиндон услышал его стоны, но с горечью убеждался, что либо эти звуки не доходят до его слуха, либо не производят на него никакого впечатления. Последние слова Гиндона подействовали на короля, как свежий ветер полей на умирающего. Он опять застонал, напрягая все силы. Шум, сказал отшельник. Я слышу только шум ветра. Может, это ветер? Да, конечно, ветер. Я все время слышу слабый шум вот опять. Нет, это не ветер. Какой странный звук. Пойдем посмотрим, что это такое. Радость короля стала почти невыносимой. Его утомленные легкие работали из всех сил, но все было напрасно, туго стянутые челюсти и овечья шкура не пропускали звука. Вдруг его охватило отчаяние, он услышал, как отшельник сказал. Ах, это доносится снаружи. Наверное, вон из тех кустов. Пойдем, я провожу тебя. Король слышал, как они вышли, разговаривая, слышал, как шаги их быстро замерли вдали, и он остался один, среди страшного, зловещего безмолвия. Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем шаги и голоса раздались снова, на этот раз до короля донесся новый звук стук копыт. Он услышал, как Гиндон сказал. Дольше я не стану дожидаться. Не, могу. Он, наверное, заблудился в этом густом лесу. В какую сторону он пошел? Укажи мне дорогу, живо. Вот сюда, но погоди, я пойду с тобой и буду указывать тебе путь. Спасибо, спасибо. Право, ты лучше, чем кажешься с первого взгляда. Не думаю, чтобы нашелся другой архангел с таким добрым сердцем. Может быть, ты хочешь ехать верхом. Так возьми осла, которого я приготовил для моего мальчугана или, может быть, ты предпочтешь обхватить своими святыми ногами этого злополучного мула, которого я купил для себя. Меня здорово надули. Этот мул не стоит и месячного процента на медный фартинг, отданный в долг безработному лудельщику. Нет, садись сам на мула, а ослика веди за собою. Я больше доверяю собственным ногам, я пойду пешком. Тогда подержи, пожалуйста, эту малую тварь, пока я с опасностью для жизни и со слабой надеждой на успех папы. Таюсь вскарабкаться на большую. После этого послышались понукания, крики, свист бича, удары кулаками, отборнейшая грамоподобная брань, наконец горькие упреки, которым мул, по-видимому, внял, так как военные действия прекратились. С невыразимым горем слушал связанный маленький король, как замирали вдали шаги и голоса. Теперь он утратил всякую надежду на освобождение, и мрачное отчаяние овладело его сердцем. «Моего единственного друга увели обманом отсюда», — говорил он себе. Старик вернется, и он задохнулся и так неистово заметался на постели, что сбросил прикрывавшую его овечью шкуру. И вдруг услышал звук отворившейся двери. При этом звуки холод пронизал его до костей, ему казалось, что он чувствует ношу своего горла. В смертельном страхе закрыл он глаза, в смертельном страхе открыл их снова перед ним. Стояли Джон Кенти и Гуга. Если бы у него рот не был завязан, он бы сказал. Слава Богу! Минуту спустя руки и ноги короля были свободны, и похитители, схватив его под руки с двух сторон, что было духу потащили вглубь леса. Глава 22. Жертва вероломства. Опять начались скитания короля Фуфу I в обществе бродяг и отщепенцев, опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупо умные шутки, а порой, за спиной у атамана, и злые проделки Джона Кенти и Гуга. Кроме Кенти и Гуга, у него не было настоящих врагов, иные даже любили его, и все восторгались его смелостью, его бойким умом. В течение двух-трех дней Гуга, под присмотр которому был отдан король, из поттишка делал все что мог, чтобы отравить мальчику жизнь, а ночью, во время обычных оргий, забавлял всю ораву, досаждая ему всякими мелкими пакостями, всегда будто случайно. Два раза он наступил королю на ногу, тоже случайно, и король, как подобало его королевскому сану, отнесся к этому с презрительным равнодушием, словно бы не заметив, но когда Гуга в третий раз проделал то же, король ударом дубинки свалил его на землю, к полному восторгу всей шайки. Гуга, вне себя от гнева и стыда, вскочил на ноги, схватил дубинку и в бешенстве напал на своего маленького противника. Гладиаторов мгновенно окружили кольцом, подбадривали их акриками, бились об заклад, кто победит. Но бедному Гуга не везло, его яростные, неуклюжие удары были отбиты рукой, которую лучшие мастера Европы обучили всем тонкостям фехтовального искусства. Маленький король стоял изящно и непринужденно, зорко следя за каждым движением противника и отражая сыпавшийся на него град ударов так.